Вы можете спать в 5 утра, а новое мы тебе пришли? В утро, а? Самое интересное, если это в душу приходит. Да. В том помещении. Я очень понимаю тебя в этом. Мне когда нужно что-то решить, мне нужно обязательно пойти покурить или пойти в туалет. Ну, там, пойти себе зубы, чтобы будет отвлечься, сделать какую-то рутинную суперзадачу или посуду помочь. Тогда точно приходит просветление. А кто-то еще есть, а мы их ждем? Пара девочек придут в короче, не сказать, позвоню его, или что-то там, что-то супроважное, что-то там, что-то там, что-то там, что-то там, что-то там, что-то там, а тут еще есть девочка, которая, ну, все, что-то, что-то я найду, хорошо? Лилия, она там в черненьком усадить, а там. Спасибо. А что в них в туре, где вон, в самом? Ну, типа, я сказала девчонке, типа, вы опаздываете, что начинать, ну, мы тоже подойдем. Он сказал, что у вас не получится вообще. Не, он мне сказал, что мы придут, а вы будете выскакивать перед ним. Ну вот, рут начался. Да, это прикольно. Значит, что мы все будем вместе. Ну что, начинаем? Меня зовут Ира еще раз. Вас я, наверное, по именам не запомню, но по проектам обязательно подпишать. Я вам сегодня хочу рассказать про дизайн мышление. Вы что-то знаете об этом? О Юйц. Нет, это не совсем то, что надо. Давай, рассказывай. Можно на ты? Я буду так сокращать. Я люблю скрощение. И люблю брать это простые, что-то не крашить. Да. Для меня дизайн мышление, это то, что наш мозг выявляет певные процессы, речи, выводит и объекты, у ризного типа. А мается на увазе, если математическая модель, фактал, то это, например, воно выглядит, как красивая снежинка, повторяется. Это у меня не уникальна, но я не знаю до конца, как она правильно математична, но я вижу, как она выглядит, потому что у меня это визуальными. И так же, напомню, что это какие-то отношения или процессы, я тоже себе являюсь, как какие-то объединенные ниши, что они между собой притекают, благодаря каким-то невиданным или виданным структурам, как оно притекает и что куди притекает. Круто. Прямо визуализация всего происходящего. Ну, я так устраюсь, потому что у меня образный мысль. Я не художник, но справлюсь. Я, конечно, не знаю, что ты здесь-то. Я художник, я так вижу. Я думаю, что все мы художники, просто не обязательно быть. Юрис, ты первый. Да, конечно. Как я вижу, это по факту, когда мы пытаемся экспериментовать с каким-то видом для чего-то, и, подходячи от рациональных связков, ну, такого рационализма полноценного, намагаемо соблюдать какие-то идеи, которые не связаны с анализом, а связаны с абстрактными, ну, я не знаю, с эмоциями, там, еще-чего-чего. Круто. Все близко, на самом деле, очень рядом. И я расскажу вам, почему я думаю, что вам это полезно очень сильно, потому что мне кажется, что дизайн мышления – это по методике ответить на множество вопросов, которые перед нами стоят и которые неочевидны. Ответы на которые неочевидны. Это не линейный подход, да, это не линейное решение любой проблемы, а это поиски множества ответов, которые нужны нам. Я постараюсь рассказать, как, и надеюсь, что каждый из вас сможет понять или почувствовать, как это можно применить у него в проекте. И не знаю, первый ли это у вас проект, но в любом случае, какой бы это ни был проект, вам всегда это будет полезно. Поэтому предлагаю открытый диалог, если есть вопросы, задавайте. Я бы стараюсь рассказать мое видение и вообще всю вкусноту методики, и надеюсь, что вам будет супер кайфовый полет. Я пригласила двух людей, я думаю, что одного из них вы точно узнаете. Вам видно, нет? Не видно? Что, мы доноси гостяна? Вот этого, знаете? Я уже не знаю, кто это в очках. Ну, в очках понятно. Я не знаю, кто это в очках. А вот второго, знаете? Браун, нет? Не знаю, нет. А он тоже будет. Вот, обязательно. Никуда. Но это, Тим Браун, это глава и CEO компании Ideo. Компания Ideo, это вообще такой, ну, практически, хранитель дизайн-мышления, как методики. Почему? Потому что компания Ideo когда-то разработала мышку для Мака, и они, собственно, пропагандировали дизайн во всем, дизайн везде и всегда. Поэтому, как бы, учитывая, что я одна, у меня еще есть двое помощников, я буду жестко их цитировать, потому что просто не могу сказать лучше, наверное. Поэтому, что такое дизайн-мышление? Это, на самом деле, цитата из своей греческой философии, и мне кажется, что она для всегда будет актуальна для нас, потому что, на самом деле, суть стартапа и суть инновации, как таковой, это искать то, чего не существует, или создавать то, чего нет. То есть, видеть потребность и отвечать на нее. У меня есть список сложных слов на сегодня, я решила, что просто так быть нудно и неинтересно, поэтому это следующее слово. Эвристический прием, неявное знание, футуродизайн и необъективное мышление. Это все касается напрямую дизайн-мышления. Если кто-то знает что-то из этого, расскажите мне, что вы знаете. Можно вас подогадывать. Да. Давай. Ну, да. Я задался с инженерией. Что, что, все слова? Я разточни. Фукуру. С инженерией. Так как мы имеем основной инженерии, но мы не повязаны с новыми технологиями. И она как-то как-то ну, я не знаю, но мы строим условные проекты, а певные вещи стоят в будущем. Эвристический прием так, это называется. Да. Дизайн-мышление в целом считается эвристическим приемом, как классификация. А дизайн-мышление можно вообще определение? Да, я сейчас расскажу сложные слова, а потом расскажу дизайн-мышление. Потому что сложные слова легко начнут, потому что мне кажется настолько сложными, как и все проблемы. Я специально так придумала. Потому что когда мы смотрим на проблему или задачу, нам кажется сложной. Но если мы ее разбираем, бьем по кусочкам и начинаем понимать больше, все кажется более логичным, очень простым и всегда решается просто рядом поиск и ответ. Итак, поехали. Эвристический прием этого человека, знаете? это сократ. Это сократ. Близко все борода. учитель не говорит очевидные ответы на вопросы и не дает эти ответы на вопросы, а просто своими вопросами доводит ученика до правильных ответов. И на самом деле в инженерии этот прием очень часто используется. Почему? Потому что очень часто мы, если взять Томаса Эдисона и сейчас я вспомню, как его зовут, Гудьера, который сделал шины и Томаса Эдисона, который, собственно, ландер. Да, потом. Они шли на проблему ошибок. Есть легенда, которая говорит, что Гудьер просто смешивал каучук чистый со всем, что у него было с солью, с перцем, ну вообще со всем, что он мог найти вокруг себя, с мукой. Сначала он начал с кухни, потом он добавлял все, что угодно. Какая была его цель? Очень простая. Он не знал ответа на вопрос, поэтому его гипотеза базовая была в том, что когда-нибудь он перепробует все и точно идет ответ на свой вопрос и создаст плотные шины. Но этот метод устарел, потому что, собственно, это слишком длинный путь и он не отвечает запросам современности. Поэтому дизайн-ношление это, по сути, юристический прием. Это когда мы стараемся найти ответы на неочевидные вопросы, на сложные вопросы и работаем с ограниченной информацией. Это то, что, по сути, делаете вы, когда создаете инновации или работаете с инновациями. Потому что большинство вещей, они как бы кажутся нам очевидными, но решить их очевидным и прямым способом невозможно. Неявное знание. Как вы думаете, зачем здесь эти вещи? Они уважают? Ну, вы знаете, кто это? Мы неявно что-то знаем о них. Что-то мы о них знаем. Первый – это Садовой, это город Львов. Второй – это господин Кернес. И третий – это, я думаю, мы его все знаем, господин Кличко. Что такое неявное знание? Неявное знание – это набор вещей, которые у нас существуют внутри, но мы их не можем проговаривать. То есть мы что-то знаем, но проговорить не можем просто потому, что это набор интуитивных вещей, которые мы с опытом, с ходом жизни приобретаем. То же самое касается наших потребителей. Потому что есть известное высказывание Генри Форда, который сказал, что если бы я спрашивал у людей, что они хотят, то они бы сказали лошадь быстрее, а не машину. Поэтому на самом деле есть куча неявных вещей, которые люди просто не могут проговаривать. С чем связаны эти три мужчины? С тем, что если вы на них внимательно посмотрите и вы, правда, постараетесь задуматься, это три мэра абсолютно разных городов, и их внешность, типаж просто на этих фотографиях в принципе описывает то культурное общество, в котором они находятся. такой тонкий тонкий интеллектуал садовой, еврейский типаж Кернеса, который даже когда начинает говорить во все понимаете о Харькове, не в обиду харьковчанам, и абсолютно брутальный и лучше бы умолчал типаж Кличка. Неявное знание всегда связано с культурой, с тем, где мы росли, с тем, что была часть нашей истории. И это касается... Да. что встраивание повязано с коррупцией. Ну, да. Потому что и должность реально. Я думаю, что в разной степени что их отличает. Но да. И вопрос, стоит ли задавать вопрос, связанный ли с коррупцией, когда узнаем ответ? Потому что система такова. Либо нам стоит задать вопрос, после того, как они уйдут, какое будет влияние каждого из них на ту среду, на ту экосистему, в которой они находились? Чего они есть продуктом, чего они есть результатом? Они 100% есть продуктом, потому что это люди, которые пришли к власти методом прямых выборов. Поэтому они точно описывают ту экосистему, в которой они находятся и лицом которой они являются. Они настолько разные, при том, что по сути у них одна роль, одни и те же люди на одной и той же территории, на нации одна и та же. Но как бы в них можно увидеть тех людей, которых выбирали. Львовьяне, которые считают себя интеллектуалами и, в принципе, немножко снобы. хорьковчане, которым глубоко положить на всех, потому что мы все равно порешаем. А Киев это результат Кличко, в самом деле в моих глазах, не знаю, может, вы не согласитесь со мной, но мое неявное знание в том, что Кличко пришел к власти тогда, когда было много страха, много разочарования, очень много боли. И он на подсознании у людей вызывал это ощущение защиты, того, что он точно справится, потому что ему, как минимум, есть, что терять. Ну, тут можно поспоричаться, потому что, когда он пришел до влады, с него уже очень сильно с Майдана обстепались, и он не выявлял себя каким-то там захисником. И его трогали, потому что он даже себя не мог нормально захистить, а это было, когда его вогнегазиком раз, шикнули, по тем другу. Он не мог себя... Он не мог дать по голове, конечно. Он не может этого делать, у него нет этого права. На самом деле, у него нет права использовать свои навыки в жизни. Только на рынке. Но, как образ, на самом деле, это реакция народа на то, что происходило. Потому что любой более-менее уходящий в еврейский типаж персоны, он бы вызывал массу негодования, протеста, отражения в Киеве. Просто потому, что люди... Но за него голосовали, как против другого. подельно. Харьков 50 на 50. Конечно, подельно. Я же не говорю, что это абсолютное. Я просто говорю, что как неявное знание, как неявная вещь, это отражение культуры, которая происходит в людях. Или культурной потребности, которая в них есть. И когда вы создаете продукты, и когда вы занимаетесь продвижением продуктов, когда вы даете их людям, когда вы хотите вовлечь людей в свой продукт, очень важно понимать, какие неявные знания есть у этих людей. И что им нужно на самом деле. То, чего они не артикулируют, не говорят, не говорят открыто, но на какую внутреннюю потребность каждого человека, каждого вашего потенциального клиента вы отвечаете. Футрудизайн. Это сложное слово, но на самом деле оно связано с футуризмом. И хоть хочется нам этого или нет, но футуризм он уже наступил. Я бы сама сейчас объясняю. Футрудизайн это метод и система долгосрочного планирования. Это возможность увидеть свою технологию или свой проект, или свой дизайн, или то, что вы делаете сейчас как профессию, например, в будущем. То есть это возможность долгосрочно проектировать будущее. Почему это критично важно сегодня? Потому что вы являетесь частью технологии, мы все являемся частью технологии, и тут есть собственно две опции. либо мы за ними успеем, либо мы опоздаем. Будет много, кто опоздает и кто не сможет успеть. Будет много тех, кто будет постоянно стараться догнать. И будет только ограниченное количество тех, кто будет идти в ногу с ними или успевать. Поэтому в сегодняшнем мире не строить прогноз в рамках 50 лет с пониманием того, как технологии будут менять мир, даже в рамках ваших проектов просто невозможно. Просто в первую очередь потому, что есть ряд вещей, которые точно измерят наше будущее. Вот пример очень короткого видео, которое снято World Economic Forum. они делают такие нарезки из видео. Я очень советую зафолвить их в Фейсбуке, потому что они всегда очень полезные, емкие и все понятно. Так вот, после этого я хочу, чтобы вы мне сказали, как вы думаете это изменить мир. Это очень... Герти бы английский, нет? Сосо. Сосо. Окей. Ну, я думаю, что тут все понятно. Тут достаточно простые слова. Но нет звука. Есть. 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 Ну что, скажите, что вы думаете? Как это изменит наш мир? Это очень... А, я хочу напомнить, что 2020 год через три года. Ипи? Это 2020? Да, это Олимпийские игры 2020 года в Токио. И это будет через три года. То есть это не будущее, это... Типа? Да, это уже. Завтра. Да, и что... Если можно, три вывода, которые у вас есть. Такие... Там, как же, что через три года еще три или четыре версии айфона выйдет и все поменяется. Не-не, это суперответ, но они не принимаются вообще. Но все поверхностное сегодня не принимается. Прости. Какие мои бутылки испробованы? Ну, смотрите, давайте так, тезисно. В Олимпийской деревне в Токио людей, которых гостей, будет обслуживать армия роботов. Она будет выполнять базовую функцию. Она будет находить их, отводить к месту назначения и обслуживать какие-то базовые потребности, типа принести лимонад. Лимонад, Аня? Да. Какие сенсы в Олимпийских играх тогда, в синтетичные продукты настолько могут подсилить силу ответов, что уже не имеет смысла сжигаться, потому что это сжигание технологий, техно-людей, а не умовно людей. Я тебе отвечу на этот вопрос, но мне все-таки хотелось, чтобы вы это, естественно, по технологиям сейчас, которые должны повлиять на наше будущее. Все переводы будут осуществляться онлайн, в режиме реального времени, на большинство языков, потребность которых есть. будут точно так же беспилотные такси, которые вообще без таксистов или водителей. Что еще там было? Было, что важное, 5G, быстрые поезда, которые летают на магнитной подушки и... что еще? Гидроген. Что, что, что? Заправки в воднаве. Не, не, это... А, да, да. Ну, это до первого выбуха. Это касалось общей деревни, для атлетов. Вот у вас есть это понимание, что, например, в 1900 году, когда эта технология будет интегрирована в Олимпийские игры, я имею в виду технологию онлайн-перевода, профессия переводчик просто перестанет существовать. Она просто перестанет быть актуальной. Это очень... Нет, но это на самом деле не так. Все зависит от того... Все зависит от рынка. И, например, там, на том рынке, где человек стоит дешевле, это будет все равно ситуация. Вопрос, когда такие рынки исчезнут, на мой взгляд, ну, это перспектива 50 лет минимума. То есть, ну, по факту, все равно потребность таких людей будет, просто вот этот переводчик будет заполнять, а не будет полноценным заменителем. И только на тех рынках, где стоимость человека будет выше, чем стоимость разработки и внедрения такой технологии. Да. Если это не сделает Google. А вы китайцы? Ну, Google это уже сделал, поэтому, к сожалению, профессия умрет все равно. На всех рынках. Ну, там, где есть доступ в интернет, профессия переводчик будет неактуальна. Просто потому, что я, если хочешь, вышлю прям... в 20-м же году. Не, ну, да, естественно, какие-то... Ну, в 20-м году она перестанет быть актуальна в большинстве развитых стран. То есть, есть... это все на интернет. Не-не, ну, его, как бы, его, вот, Google сказал, Google Translate, там, value proposition все равно не полностью заменяют value proposition человека, который находится рядом с тобой. Еще раз, давай отдельно по Google Translate. Например, в конце ноября, есть, я не буду сейчас ошибаться в именах, потому что я просто их не помню. Короче, было исследование, которое длилось 15 лет. исследование основано на нейросетях. Есть так называемые простые нейросети, а есть очень сложные нейросети. Это я... Я не айтичный человек, поэтому я буду объяснять совсем, вот как я это понимаю. Ты мне простишь. Но это первая лонщик глобальной усложненной нейросети. Она не является суперсложной или там суперразвитой, но она усложненная. В чем суть? В том, что раньше Google Translate переводил по следующему принципу. Были залиты правила русского языка и правила японского языка. И, собственно, следуя правилам и набору порядков, происходил перевод. Но в каждом из языков есть исключение. Поэтому проблема была в контексте, в том, что когда мы используем контекст и посложные слова, например, литературу, мы не можем красиво перевести литературу. Нейросеть, которую Google опубликовал и запустил в переводчик, она делает абсолютный онлайн литературный перевод. Не та, которую мы можем сейчас получить на Google Translate. Так как у Дивен залив. На Баттер Тайс? Они заливают и начинают ее продавать в корпорации. Это же продукт, который они будут продавать. Это нейросеть, которая будет обучаться все того, что мы будем немного расспрашивать. Я могу выслать вам очень длинную статью в New York Times, который прям суперкруто все рассказывает. Я просто периодично мониторюю эту штуку, это не насправді все так, как написано, чудесно. Откуда появляются баблы вот эти вот рыночные? Вокруг например сейчас VR и AR или Artificial Intelligence, то, о чем я сейчас говорю. От непонимания, какие вопросы решают данные технологии. И от непонимания того, что данные технологии являются все равно несовершенными. И нужно еще много-много работать. И я уверен, что они никогда не будут станут совершенными, но очень много усилий нужно сделать, чтобы они так реализовались. Слава Богу, если сингулярность и вообще все будет дальше от нас, это сука, значит мы будем жить дольше. Тот журналист на New York Times, который не является техническим человеком, он это видит и видит какое-то представление, но не видит минусов. И то, чем value proposition человека, в каких местах будет больше, чем value proposition вот эта система. Я не спорю, что какие-то корпорации готовы в связи с тем, что это уменьшить эти затраты, отказываться от каких-то свойств человеческих, и использовать это. Да, конкретно насчет перевода. Это увеличит скорость коммуникации и снизит потребность человеку. Это не заменит рынок. Это не заменит рынок, но это убивает профессию. Это не убивает профессию. Это конкуренция. Это поднимает ревень профессии на новый щабель. Можно комментарий? Да. Чего можно просто так уявить? Я себе это бачу, что люди прийти дальше не потому, что она прийти дальше, а потому, что она soft skill развинута и вона своей жестокуляцией веребальным эмоциональным интелектом позволяет понять, что говорится не только на уровне слов, а и на уровне эмоций и ощущений, потому что она может это передать. И, по сути, она перетворяется в такой особи трансляторе. Ее профессия трансформовывается просто в то, что передает в какую-то другую роль. И эту роль может позволить себе дорогие компании для этих людей. А умовно говоря, связана с техническим проектом, выполняют уже другие... То есть она заменится технологией? Люди-переводчики остаются. Но базово переводы заменяются технологией. С этим вы согласны, на утверждение? Базово так, на дешевом уровне. Да. Все, что можно автоматизировать, когда-то будет автоматизировано. Автоматизировано. Без вопросов, да. И это будет через три года в рамках того, что для того, чтобы происходила трансляция онлайн и олимпийских игр, нужно будет сильный, большой сервер и технологии, которые... Там трошки по-иншому. Там треба всех ведущих обучить, чтобы они говорили на той мове, которую машина будет понимать наиболее идеально. Это кастиль на данный момент. И они будут формировать речения так, чтобы оно переклалось на все мовы более-менее идеально. Правильно? Они сейчас позиционируют себя как доткомы. Типа, вау, это будет всегда, это все будет расти. Воно будет расти до момента Х, а момент Х, воно або лопнет, або начнет схлопываться. Вот, сейчас этот кастиль, как выглядит у японцев, мы можем говорить с гуглом, ему формировать голос, буквально днями, тиждень тому, ввели украинскую мову поддержку. Можно с голосом диктовать, оно распознает. Но, чтобы оно построило правильное речение англійською, надо некоторые слова в украинской мове переставлять, а некоторые заменять синонимами, чтобы оно поставило правильное слово. И надо уже понимать, что мы хотим иметь на выходе, это человек, который говорит. И тот ведущий, который транслирует футбол, или как бежит спортсмен, он не вживает в словосполучение какое-то специфическое значение, которое люди понимают. Он вживает что-то, что машина сходит и правильно перекладывает на другие мовы. Это кастиль, но людей обучать этому кастилю, чтобы оно в них не поломалось. На самом деле будет так. И это все равно меняет? Меняет людей. Людей, которые обучают машину, которая в итоге замен. Скажем так, это не утка, это не фейк, а 30% фейка в этой новинке. Не фейк, а 60% кастилов и 30% фейка. Я еще при этом тоже коментар. Есть хорошая книжка Питерес, Киля, «Фронт 02», у него ціла глава очень циная. Осталось по этому заблуждению, что люди говорят, что полностью заменится, або не будет актуальность какой-то профессии. Технологии, по факту, або инновация дополняют эту профессию, або людина как истота все будет инноваций еще промеж времени до 2-4-5 поколения. Наразі сказать, что замена профессии будет за рахунок инновации, это не верно. Дополнение профессии инноваций, это верно. Хорошо, я согласна с тем, что на этапе сейчас это дополнение, но я говорю о горизонте планирования 5, 10 и 15 лет. произойдет такое через 100, 150, 200, год. Наш мозг перетвориться в сутність, которая не физична. И основе десь нового мира. Микола, на серверах. Ну, лучше на серверах, это же не будет сервера, это будет нигде. А давайте поговорим дальше. Давайте поговорим дальше. Все, что я хотела в Миннистерии, что есть ряд вещей, которые будут очень скоро с нами. И они будут в рамках большого количества государств и одномоментно лончнуты. Так вот, эти вещи и технологии и инновации меняют под историю уже. И ваше планирование должно быть долгосрочным. Вы должны понимать, как любая инновация будет влиять на ваш продукт. Иначе все, что вы делаете, может стать очень быстро неактуальным. Абдуктивное мышление. это то, что ты сказал. Как тебя зовут еще раз? Влодка. Зильбо. Влодка. Влодка. А, Владимир. Владимир. Влодка. Красив водка. Ой, как сложно. Влодка. Ты сказал абсолютно правильные вещи. это то, что на самом деле абдуктивное мышление это сложное слово, которое говорит о том, что большинство вещей, которые у нас есть, можно описать либо аналогиями, либо какими-то сравнениями и какими-то формами. То есть по сути абдуктивное мышление это придание понятным вещам каких-то новых форм или новых характеристик, которые близки именно нам. Самый известный образ где-то используется это реклама. Вот вам пример того, как вы понимаете, о чем ролик, хотя ролики ни разу не сказано кликни, нажми и вообще продай. Раньше мне постоянно не дала нило. Куда я только не стригал, где только не бывал, чего только не торкался, но как-то я сделал и теперь все я. Купить я, найти я, обрати я, на ходу и на люту, в ресторане и на диване. Выбачьте уже за конвертість, часу, навіть у ванні. Усі ще сплят, а я все щось скрою, питаю, відповідаю. Просто незамінный якийсь ЕТП. Ну, майже незамінный. Швидкий та зручный шопинг за допомогою мобильного. по сути, ми все все поняли, но це чисто игра аналогії, тому що там є і діти, і палец, який ми використовуємо, і все, ми все поняли, але нам не сказали, і нос, так. Що зряде на смеяться, тому що це похоже на нас всіх. І це точно таке ж обдуктивне мислення, тому що, як тільки у нас висувається емоція, ми зразу розуміємо, о чому? Человеко-оріентированність, що це таке? То, що говорила ти, я ще раз буду розуміти, як тебе звуть? Водка. Артем, да нет. Водка. Водка, я вже помню. Артем, то, що говорила Артем, це, то, що все, що ми робимо, маємо відповідати потребності. Так, так, все, весь цей процес називається человеко-оріентированність. Человеко-оріентированність, тому що, яким областм, все відповідно раніше, і люба інновація була раніше. Відомі інновації в цьому більшій корпоріцій, такого количества стартапів і нових образів в бізнесі просто не существовало, тому, як це все було? Знаєте, як це було? Все було. Як відповідали інновації, нові запуски, відбувалися категории і так далі. Зважної кій країні? Ізважної? Та нет, в усіх країнах. Це просто корпоративна традиція була. Ми знавали дані прощого. Ми робили інсідовання. Маркет ресурс. Маркет ресурс, так. Це могли бути дані ринка, це могли бути дані категории, могли бути потребітельські дані. Взагалі експерти? Зважали дуже багато експерти. Це дуже любі моє слово всіх корпоріцій. Чим більше експерти, дуже супер круто. У нас було 34. А? Задайте, але у нас було 34. Що там? Ну, це, я про ньедо дознано сказати. Ізвиніть, я отвлекусь, але це дуже смешно, про всіх експерти на світе. Повір я себе взагалі не считаю. Тут, це віде. Є пастуха, він на пастбіще, у нього там, по голові скота, він стоїть на поле, к нему підходить консультант КПМД і говорить, «Добрый день, хочете я угадаю, скільки у вас овец? А ви за це мене дадите одну овцу?» Он говорит, «Ну, давай». Он открывает iPad, через спутник смотрит, сколько скота, быстро считает, говорит, «У вас 128 овец». Он говорит, «Все верно». «Дайте мне просто овцу», он ему дает животное, тот уходит, садится в машину, к нему подходят пастухи и говорит, «Хочешь я угадаю, какая твоя профессия?» Он говорит, «Ну, угадайте». Он говорит, «Ты консультант КПМД». Он говорит, «Почему это вы так? Откуда вы знаете?» «Ну, во-первых, ты приходишь, когда тебя не зовут, во-вторых, ты даешь ответы на вопросы, которые я уже знаю, а в-третьих, верни мою собаку». Ну, где-то вот так вот можно относиться ко всем экспертам. В общем, в прошлом мы делали длинное исследование, потом мы смотрели на категории, потом смотрели на большие категории, на маленькие категории, на потенциальные ниши, на потенциальные потребности потенциальных покупателей, на реальные потребности реальных покупателей, на потенциальные потребности реальных покупателей. Это все занимало два года. В конце концов, мы очень долго пробивались через всю корпоративно-перапевтическую машину, и после этого мы соглашались, что нам нужен какой-то продукт. Но это ни хера не работает, потому что мир стал быстрее. Да, он изменится через 50 лет, на 100 твоей я не согласна, но через 50 лет он точно изменится кардинально. Но прежним он не будет. И вот все, что раньше нужно было начать двигать этот маховик, он просто неэффективный, это совершенно неэффективный процесс. Поэтому есть ответ на вопрос, каким образом действуют современности, когда мы точно так же не знаем, какие инновации нам нужны, но у нас есть понимание, что их нужно приносить. И это человекоориентированность. Что такое человекоориентированность? Это когда мы, все, что мы делаем, любой продукт, проект, любая технология, отвечает на конкретный запрос конкретного человека. И мы понимаем, это основа дизайн-мышления на самом деле, потому что мы понимаем, что нужно этому человеку и как я могу улучшить его жизнь. Для всех ваших проектов, которые я увидела, я думаю, что человекоориентированность – это суперактуальный фактор, потому что, кроме того, что все проекты косвенно связаны с большими географическими машинами, как государство, они также связаны с тем, что они должны решать вопросы конкретных людей и упрощать их жизнь. Итак, человекоориентированный дизайн, он может быть реализован во множестве и множестве вещей. Это может быть дизайн предметный, это может быть дизайн технологии, это может быть дизайн бизнес-модель. И если мы говорим о дизайне бизнес-модели, мы можем подумать, какие у нас есть человекоориентированные сервисы, продукты, которые вы знаете. Это прям, я вас согласна, все, что на поверхности, я думаю, что нам должно быть интересно. Можно техническое питание? А если мы расследуем мое будущее, почему мы расследуем сам человекоориентированность, а не роботоориентированность? Потому что вся технология будет все равноориентирована на человек. Тут не может споричаться. Если глубже мое будущее, то людина будет исходить. Вы только что с мной спорили, что профессия переводчик не умрет, а тут уже глубже он умрет. Да, тут вопрос контекста времени. Просто вы говорите в контексте времени 5 лет, нет, не умрет. В контексте времени плюс бесконечности, да, умрет. Да не плюс бесконечности, 15-20 лет. То где роботоориентированность, если 15-20 лет? Потому что это же вчерашний день, фактически человекоориентированность. Андроид ориентированность. Таким образом, вот в эту штуку. Все, ну, смотри, я, да, да. Я сейчас отвечу. О, оно такое. Чи мы помраем? Все. Это же причин. Не все, кто-то бережется. То, то, чи деборотьба зараз до того, что люди смешні, чи без смерти, так? Нет, так если я посчитал фармирование. Нет, ну, в каком сенсии помраем? Чи помраемо, як физичные особи, чи помраемо, як свидетельство? Ну, ну, как кило, чи педер, помраемо, як свидетельство? Поэтому, мне кажется, на какие цикле и какие технологии будут ориентироваться на свидетельство? Я думаю, что эти технологии должны ориентироваться в обе стороны. Это очевидный ответ. Ну, потому что у человека есть и тело, и сознание на данный момент времени. И в течение 50 лет будет оставаться и тело, и сознание. Потребителем технологий всегда будет являться человек. В перспективе ближайшие 50-50-20 лет. Очень простая логика. Почему? Потому что кто является хранителем и генератором капитала или единицей измерения ценностей, это человек. Если это перестанет быть человек и начнет быть машина, тогда, к сожалению, картинка настолько печальна, что я не знаю, каким образом ответить на вопрос, будет ли мы жить, будем ли мы существовать вне тела. Наверное, мы будем, но в рамках роботов. Но это уже совсем футуристика, которая скорее должна быть тот же самый логичным подходом, и ответ не может быть прямым. Это одна из миллионов вероятностей. Поэтому сейчас человек все равно потребитель технологии в основном. Так, к примеру, клиенты чек-ориентированных сервисов продуктов. Я ответила на вопрос, нет? Я не знаю. Я думаю, что никто не знает ответ на вопросы. Вопрос, как будет изменяться технология. Есть такая известная книжка, называется «Черный лебедь». Вы знаете, нет? Это про параллели? Ну, конечно, да. И про то, как вы не целовались. Нет. Нет. Это про то, что есть ряд факторов, которые происходили несколько раз в истории, которые меняют ход истории, и которых никто не ждет. И это называется так называемый «Черный лебедь». Это то, что возникает, и никто не предполагает, насколько сильно это может заменить ход истории. Наверное, одним из таких примеров может стать айфонда, потому что появление его как технологии изменило ход истории совершенно, и там умерла Nokia, и множество других компаний, кто не смог адаптироваться. Возвращаясь к вопросу, какие человек-ориентированные сервисы вы знаете? Наверное, все, что вы узнаете, что мы покупаем, потому что по факту эти вещи задовольняют наш компакт. Однозначно. Но вот если большие компании, какие большие компании? Матбук стоит. Uber. Uber. Отлично. Uber еще кто? Кто этот скул делал, который купил 1191, большая была в немпотребность? Ну, а если большие компании, ну, понятно, что все. Ну, и сервисы большие. Большие сервисы. Ну, их слишком много. Но есть несколько вещей, которые тупо очевидны. Поэтому я... Доминус. Доминус. Хороший пример. Его нет, но да. Они отвечают на конкретные потребности. Упали аномалии. И есть какие-то инновации. Все списки Unicorn, которые сейчас есть. Amazon. Согласна. Вот с ответом все списки Unicorn, согласны. Oil. Ну... Ну, я написала эти четыре. Почему? Потому что каждая из них, она отвечала... Она не изменила бизнес. То есть ни одна из этих компаний, которые здесь нарисованы, они не изменили бизнес. Они изменили подход к бизнесу. Если очень конкретно. Что за... А? А? Сейчас расскажу. Сейчас расскажу. Нет. Они же принадлежат Inditex в группе. Да. И это что значит? Зара все равно изменила ход бизнеса. Не, она просто один из брендов, который ты кому-то... Да, но это самый большой бренд Inditex. Ну ладно. Ну что, слушаем, да? Можно, да? Я расскажу. Вы можете дальше с ним использовать. Круто, а? Ну... Давай я отвечу сразу Зара. Почему Зара? Были всегда бренды, которые мы знали до Зары в Украине. Например, там... Украина плюс мир, да? Это Манго старый бренд, это там всякие... Соливер, ну... Куча брендов, которые всегда существовали. H&M наш великий любимый. Который вот так и не зашел в Украину. До сих пор он там подходит. Все об этом пишут, он убегает дальше. Что сделала Зара? Она создала понятие Fast Fashion. Быстро обновлять коллекцию. Что? Быстро обновлять коллекцию. Это когда большое количество дизайнеров работает над тем, чтобы все, что они видели на неделе моды, уже появилось в Заре. И все это было ограничено. Несмотря на то, что Зара очень массовый бренд, все коллекции, которые выпускает Зара, очень ограничены. Условно, не всегда ограничены количеством тканей, которые закуплены, а она небольшая. То есть выходит неделя моды, на ней приходят дизайнеры Зары, которые сотрудничают с Зарой, они ведут тренды и через две недели это уже в магазине. И это Fast Fashion, потому что люди знают, что что бы они ни купили, будет, возможно, кто-то один похожий, но точно все одинаково ходить не будут. И у людей есть эта потребность. Они сформировали доверие к бренду, доверие к тому, что я все равно осталась актуальна. Они нашли ответ на потребность быть модным и быть модным недорого, потому что они ее реализовали методом Fast Fashion. Совершенно другой подход к бизнесу и изменение бизнес-модели, которое реально сделало их успех возможным. Они при этом не имели бизнес, они все еще остаются в производстве одежды, они все еще делают это классическими методами, которые шьются. они покупают ткань, шьют и ничего технологичного, кроме бизнес-моделей, инновационной там нет. Airbnb, сервис по аренде квартир, вы все знаете, что это такое? Да? Да. Сервис по аренде квартир ничего не создал, рынка тоже не создал. Ты что-то хочешь сказать? Я, 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 а, ну так скажи, Airbnb это такой сайт, я сейчас покажу. Мы в 2013 робили ему конкуренты, а? Робыла конкуренты такие не для отелей, а для квартир. А я покажу, там у них прекрасная рекламная компания, которую нужно даже видеть. Да. Нет интернета. А, нет интернета. Ладно, я все-таки расскажу. Airbnb это возможность арендовать квартиру в любом городе мира у того, кто там живет на короткий период времени. Условно, ты едешь в Париж и ты арендуешь квартиру француза, парижанина, который там живет, который просто переезжает на выходные к родителям и сделает тебе квартиру в трехкратном зале. Привет. Здравствуйте. Я Ира. Приятно, Максим. Мы по Airbnb разговариваем. Ты знаешь, что такое Airbnb? Нет, сейчас узнаю. Да, это сервис аренды жилья, который позволяет короткосрочно арендовать квартиру, чтобы человек просто из нее выехал и сдал тебе свое жилье на ограниченный период времени, например, на выходные или на пять дней, в зависимости от того, сколько ты будешь. Круто. Кому же все? А? Кому же все? Нет, ты не живешь с этим человеком, он тебе сдает свое жилье или он сдает... Ну, просто там нету... На самом деле, что сделал Airbnb? Они убрали всех промежуточных, все промежуточные единицы. Они сделали прямой контакт между хозяином квартиры и тем, кто хочет ее снять. То есть они соединили две потребности. Одного человека, которому нужно сдать жилье, а второму человеку, которому нужно арендовать жилье в том месте, где он находится. И сделали это глобально. И про них я еще раз расскажу позже, потому что у них был интересный кейс, каким образом... А как они решают проблему с подтверждением права собственности на жилье? О, это... Они решают ее... А? Они решают ее так зарегистрировать. Я сейчас расскажу. Они еще не так и делают, вообще-то. Что? Ну, то есть, вопрос... Нет, нет, это хороший вопрос. Смотри. Это две потребности, которые нужно, которые, поэтому, должны чувствовать себя защищенным, потому что ты не хочешь жить, где попал. Для того, чтобы тебе зарегистрироваться в Airbnb и, например, мне арендовать жилье где угодно, в мире, я это делала несколько раз, мне нужно отсканировать свой паспорт, отсканировать свои права. Это быстро делается, достаточно фоточки. Но я готова это сделать, потому что я знаю, что хозяин квартиры сканировал свои документы, отсканировал свой паспорт, ему точно там перезвонили 10 раз, проверили. Он дал свою кредитную карточку, я дала свою кредитную карточку. Airbnb не скидывает ему деньги, пока я не выйду и не останусь в безопасности, жива, и все будет хорошо. То есть нет никаких проблем с тем, что это может быть какой-то посредник и в итоге приходит хозяин и говорит, что вы здесь делаете? Нет, нет таких проблем. Отлично. Потому что ты видишь, ну, ты видишь паспорт, чек и документы на квартиру, которые должны совпадать между собой. Это обязательно условие, и там есть систему проверки. И они необходимы именно потому, что они кажутся тяжелыми, но они необходимы именно потому, что они формируют доверие. И в случае с Airbnb это точно работает. Потому что ты, несмотря на всю опасность приезжать куда-то и бронировать какое-то жилье, никогда не знаешь, с кем ты будешь жить, но реально ты формируешь доверие, потому что ты получаешь все данные человека, он тебе пишет, он спрашивает, как твои дела, когда ты летишь, как тебя встретить, быстро рассказывать, как доехать и так далее. И как бы у тебя есть ощущение человеческого контакта, соответственно, твоя базовая потребность в безопасности, она уже немножко успокоена и реализована. Uber. Ни единая машина собственного и такси. Каким образом они изменили рынок, не имея ни одной машины такси? Почему против них присутствует половина мира? Потому что они тоже изменили подход к бизнес-модели. И они взяли две потребности. Потребности заработать тех, у кого есть машина и потребность вовремя и очень быстро доехать, тех, у кого есть деньги. Ну, потому что если у тебя нет денег, ты не можешь так идти на Uber. Поэтому... А? Можно. Вот так? Я ездил, нет. Серьезно? Да. Ты платил? Просто не списали, не, просто не списали еще денег. А, но они тебя не дадут, они не дадут. Драйна поездка будет невозможна. Да, она будет невозможна. Я все равно поехал без денег. Не-не, ну... Да, но как бы твоя потребность в Uber больше, чем у первых 50 гривнах. Поэтому тут такое. Они все равно добьются твоих 50 гривен. Можно так ездить. Здравствуйте, я июю. А вас как? Так? Очень приятно. Нет, ну вообще обмануть можно любую систему. Вопрос в том, что... Это тоже банальная вещь, если люди настолько ленивые, что обычно удобная для них система, они ее не обманывают. Поэтому, если вас кто-то обманывает, у вас не очень хорошая система. Ну, серьезно. Потому что, если система удобна, то человек это ленивое существо. Он не будет напрягаться. Он вообще впадал напрягаться. Я надеюсь, что с этим все согласны. Да. Есть еще момент ради интереса. Ну, это такой маленький процент людей ради интереса. Это как-то количество людей, которые делают какие-то хиетские открытия или создают какие-то там необычные компании. Ну, или, не знаю, делают еще что-то. Их очень мало. Поэтому, если они есть, вы ему просто пишите «Ты там изломал мою систему. Спасибо большое. Приходи ко мне работать». Я не рассказала про Икею. Та же самая история. Они ничего не изменили в мебели. Как продают компания мебель, они точно так же продают мебель. Они изменили подкорбизнес-модели. В том, на какую потребность они отвечают и каким образом она реализуется. Вы ли в Икею? Или что-то знаете про Икею? Что, вы думаете, они изменили? У них все магазины. Они изменили мебели и они сделали полностью инфраструктуру в всех краях однако. Одна траектория. Вот ты зашел, и идешь, и идешь по стрелочкам. Это они изменили, да, по путешествию человека в магазине. Все факт. Нет, они взяли самых крутых дизайнеров, которые по меру есть, и начали за копейки продавать массовые продукции. Каким образом? Они сделали большие магазины, и сделали стандартизацию. Да, сделали стандартизацию и сделали конструктор, когда можно просто забрать все. Нам хочется разного, на самом деле нам хочется одного и того же, просто в разных комбинациях. И Икея отвечает на этот запрос идеально. Да, поэтому надо дома постоянно шкафы, диваны менять места. Одно и то же, но в разных комбинациях. А два квартира? Да. А еще лучше жену и мужа. Так очень интересно. То есть, один раз жена, один раз лучше? Прости, я просто встать, меняешь кожу, смотрите все. Поэтому дизайн-мышление это человек-ориентированный метод создания дизайна нетривиальных решений. А что, ты знаешь? А, ты же только что пришел. Привет. Мы о дизайн-мышлении говорим. Меня Ира зовут. Привет. А ты бы как? Я представился, Петр. ты пропустил просто. А, я просто ухал, сори. Ложанулся. Что ты знаешь, дизайн-мышление? Что ты знаешь? Что ты знаешь? Я знаю. Для меня это будет еще и новое дело. дизайн-мышление. Вы со мной еще, нет? Да, я там. Я очень нравится отверстие, что фразы и... Хорошо. Дизайн-мышление. Я опоздала на первую часть сложных слов, но сейчас я постараюсь сказать просто, но надеюсь, что всем будет очень полезно. Дизайн-мышление абсолютно в разных сегментах они были первыми так называли мышку, потому что я уже говорила, но все скажем, что не говорила. В чем суть дизайн-мышления? В том, что компания и... Тим... Тим Браун и компания Идео, они смотрели на то, каким образом мыслит дизайнер. И на самом деле в этом случае дизайнеры и ходеры или программеры не отличаются между собой, потому что это люди, которые создают то, чего нет. То есть они понимают, что им нужно сделать в конце, но они не знают, как это сделать, они не знают, каким образом это точно будет выглядеть. Мне что-то очень смешное. По сути, это проектирование с творческим продуктом. По онлайну комментарии к Икеа были. Да? Да. Человек говорил, что Икеа снизили стоимость, да, возможен покупателю самому собирать мебель. Попросил передать. Да, а почему он не говорит этот человек? Потому что винт тут. Потому что он там. А, ты тут? Да. А там еще кто-то есть? Да. О боже, какой кошмар. Это дизайнер Аккея. Он просто заболевали мне слово присоединить и хотел послушать еще. Вообще круто. Да, Икеа действительно так сделала. Еще они дали, сделали склад для пользователей, поэтому люди сами собирают свои вещи, они сократили штат персонала и все остальное. Но самое главное, они ответили на потребность людей в мебели и на стандартизацию на комплектовках. Спасибо за вопросы зала. Из мира. Из мира. А на Икеа не так все просто, как в многих компаниях. Надо много лет заниматься своей компанией и с определенными мозгами человека. Я ни в коем случае не говорю, что это просто. Я вообще не говорю, что что-то в мире просто. Я просто говорю о том, что есть ряд, мы говорили конкретно, когда вы опоздали, я вам прям вернусь и покажу. Мы говорили о том, что есть человекоориентированный дизайн, который может быть во всем. В продуктах, в дизайне вещей, в дизайне технологий и в дизайне бизнес-моделей. И вот, в дизайне бизнес-моделей я говорила, что есть несколько видов компаний, несколько больших компаний, на которых конкретно можно увидеть, каким образом не изменить бизнес, а изменить бизнес-модель, сделав ее человекоориентированной. Они изменили ход истории, ход всей категории бизнеса. Это то, о чем я говорила. Что мы будем по счету ориентированы? Это значит, что мы отвечаем на какую-то конкретную потребность, которая есть у человека. Осознанную, либо неосознанную. А раньше дивана делали не было потребностей? Не отвечали на потребность? Давайте попробуем. Зачем делали диван изначально? Не-не, вот Зара или Акеа. Чем они конкретно отличаются? Это как Дима Дубилет. Он сидит три года подряд в этом привате, на который все гонят. И скрупулезно собирает сам лично из комментариев, что не так у него в каком-то из небольшой... Вот они что-то новое запустили, вот это они добавляют, улучшают, улучшают. Вот Зара так делает, и Акеа так, они постоянно в процессе. Они так, что они придумали классный бизнес-модель, и сидят 10 лет и собирают бабки. Конечно же, это же процесс. Я же не говорю, что это финал. Вот придумали на его основном бизнес-модель. Вы молодцы. Там что-то еще смешное, я хочу знать. Не-не. Ну, пожалуйста. Это быстро? Можно, конечно. Просит телефон передать. В смысле? Можно телефон. А, это очень мирно. Теперь не надо. Лучше мне рассказывать. Я еще на какой-то вопрос не ответил. На, 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 на твой ответ. Я пытаюсь чикарить. Так. Ну, так или иначе, делаешь продукт, все-таки для того, чтобы кто-то его покупал, пользовался. Да, ты думаешь, что ты делаешь продукт, чтобы кто-то его покупал, кто-то его не пользовался. Сейчас я постараюсь тебя убедить, что человек-ориентированность очень важная вещь, про которую мы все забывали. Почему? Потому что ты делаешь свой продукт. Ты придумаешь идею, она тебе очень нравится. Ты в нее очень веришь. В принципе, забываешь, зачем ты ее делаешь. То есть ты делаешь то, во что ты супер веришь, то, во что ты посвятил, не знаю, 100-200 часов своего времени, то, чему ты посвятил себе свои выходные, то, сколько у тебя не случилось из-за твоей идеи. И на самом деле ты забываешь, что у нас суть продукта в том, чтобы он отвечал на потребности человека. И большинство компаний, большинство стартапов, и тут, я думаю, мало кто поспорит, не получаются тем, кем они хотели бы стать, именно потому, что они настолько любят свои идеи, что они забывают их постоянно тестить и апгрейдить. И то, что сказал человек, который ушел, который галерирует в билете, это правильно, что это постоянный процесс улучшения. И вот без этого процесса улучшения ничто невозможно. Ну, развитие невозможно как таковое. Поэтому человекоориентированность – это способность всегда возвращаться к вопросу пользователя и задавать вопрос, как я меняю жизнь этого конкретного человека. Всегда помнить, что эта технология, этот проект, что бы ты ни делал, должно отвечать на вопрос потребителя. Я понял. Так как Windows прошло 20 лет, а все еще говно. Вот. Ну, и это то, почему рано или поздно Windows ушел лет. Я пользуюсь тем очень сложно. Почему? Они вот при разработке «Десятки» сделали очень широкую кампанию по опросам пользователей. Пользователи писали, что не так, чтобы они хотели... Потому что у них выхода нет, они не могут по-другому это делать. Семерка была нормальная, восьмерка непоятно лечить. Все, все, стоп, я знаю, что это не будет закончиться. Да. А вот у бунту. Что? А вот у бунту, а вот в нас еще. У бунта еще хуже, чем все остальное. Все, стоп, мы остановились. Ты на ваксе просто не остановилась. Я собираюсь остановить. Это Тим Браун. Я просто изначале, когда у вас не было, но... А чему черная линия сверху? Это такой стиль слайдика. Слайд номер один? Да нет, это просто стиль слайдика. Перекрасить в красный. Не нравится? Не, подобается просто... У него все в червоных линиях, поэтому предлагают перекрасить. Не, у меня две червоных, две зеленых и три прозрачных. Нет, слайдик смущен. Три прозрачных, это те, которые... У него проект семь червоных в виде котика. И одна в виде котика. Тоже прозрачная. Да. Або червоная. Это не указано. Не указано. Реализуемо. Это надо ролик просто показывать, чтобы понять. А что бы на невидимый ролик? Нет, есть ролик называется «Всем красных линий». Ну просто надо его посмотреть, чтобы понять, о чем идет вещь. Тільки це проект. Там по дизайну, а тут для Укрзалізниці. Просто супер аналогія один-в-два-два-два. Ладно, давайте катим браво. Ладно, да, мы закінчим, а в перерві, коли будем пить каву. А, может, мы сделаем перерыв? Может, вам уже хочется перерыва? 13-й вагон. Мы просто 13-й в списке были. И все чему-то подумали, что это 13-й вагон. Мы просто по черзі стояли 13-й. Очень интересная цифра, очень хорошая. Мне 42 больше. Ну давайте подаем. Очень плохая цифра. Нет, давайте смотреть. В зале во время обеда. Во время обеда? Ну, да. Он же был. Все, я качать не потерялась. Во время перерыва, человек. Это 19-90-й, это нормально. Я бы позавтрак подаем не успел. Не правда, просто есть те, кто были в начале, с самого начала. Я предлагаю, в общем, дослушать за этого человека, коли мы уже начали. Я уже про него рассказала. Поэтому я больше, чтобы ему расскажу еще раз. Это тот, как он говорил, Тим Браун из компании Идео. А это его прекрасные цитаты, которые мне кажется, что нужно помнить всем. Она касается следующего. Я говорила, что я буду обращаться к помощи... Все это прочитали, да? К помощи великих. Почему? Потому что мы лучше, чем о ней я не скажу. Насчет тех вещей, которые мы не можем артикулировать или произнести. Потому что мы на самом деле настолько ленивы, что даже к неудобным вещам мы быстро адаптируемся. Если ты спросишь нас, нужно ли нам это потребителям, обычно он скажет, что нет. Ну, мне это не нужно. Поэтому, ну, если вы скажете любое улучшение предложите людям, они скажут, нет, вообще мне это не нужно. Зачем это напряжет в мою жизнь? Нужно рассказать, что им это нужно. Не надо рассказывать, что им нужно. Нужно... Таким, попробуем. Вопрос, как понять, что им нужно, если они это не могут сказать. Это прям цитата Хорда. Что? Цитата Хорда. Я уже ее тоже сказала. Смотри, видишь, у нас прямо... Я вам покажу, как выглядит Дискул и как выглядят вообще дизайнеры мыслителей. И чем они отличаются от нормальных людей. Я думаю, что неправда, они не очень нормальные. Вот так выглядит офис. Вот так тоже. Короче, вот если вы куда-то заходите, много постатов по всему офису или вокруг стола. Все нормально, этот безумец, и он хорош. Так выглядит процесс создания любого проекта. И самое главное, с чего я начинала говорить, это то, что нельзя соединить точки, которые... Нельзя соединить точки, смотря в будущее, можно соединить их только смотря назад. Это самое известное высказывание Стива Джобса, которое было сказано на его финальной речи в Стэнфорде. Перед смертью, что ли? А? Нет, перед смертью он говорил о ценности времени. Это был commencement speech, но я не помню. По-моему, у него были две. Окей, что это значит? Это значит, что на самом деле ты не понимаешь, что будет впереди. И никто не понимает, что будет. Я что-то же обстанно понимаешь его впереди. Да, это называется commencement speech. Окей, это применить к бизнес-модели. Это применить к бизнес-модели никак. Окей, это применить к понятию бизнес-модели, если корректно выражаться. Это можно применить только к тому, как ты мыслишь. Ты можешь понять, зачем каждая из проблем, которые перед тобой возникают, только тогда, когда ты все их пройдешь. И вот когда ты пройдешь все свои этапы, все свои проблемы, набьешь кучу шишек, ты поймешь, что каждая из них была нужна для того, чтобы получить тот финальный хороший продукт, который у тебя будет. И никто из нас не может знать, что будет впереди. Единственное, что может нас мотивировать, это желание создать новое. Это амбиция быть причастной к чему-то. Або бы я не зафокапываться. Это тоже достаточно сильный мотиватор. Да, несколько больших мотиваторов. Один из них страх, а другой из них... Ну, Анто проект, он сам вчера сказал, что у него цель не заработать, а сделать проект так, чтобы его при этом не посадили. Это кто? Семь красных линей. Это сегодня цель, наверное. Да, основная цель не систи. Под час реализации проекта не систи. Ты не скажешь, ты посадишь камеру и входишь в поездку. Да, и три раза. Десь в лесу на глубине двух метров. Семи напрямок, да. И развезет по всей Украине. Осталось, что ты за запись взыскать. Ну, таке. Ну, так как людей, которых я перед собой вижу, то, в принципе, вы подходите под это описание, я вам... Ну, мы с однищиной курилы. Я с тобой начнём. Я телефон чувствую, я стану. С чем курить? У меня с вами? Слушаем, и идём на перерыв. Потом я рассказываю дальше. Хвана безумцем. Вы знаете это, да? Да. Нет, нет. Мы один очень. Бунтаряк. Пастыки. Белым воронам. Тем, кто всегда не кстати и не в попад. Тем, кто видит мир иначе. Они не соблюдают правила. Они смеются над устоем. Их можно цитировать. Спорить с ними. Восхвалять. Или проклинать их. Но только игнорировать их. Невозможно. Ведь они несут перемену. Они толкают человечество вперёд. И пусть кто-то говорит безумцем. Мы, говорим, гением. Ведь лишь только безумец верит, что ему под силу изменить мир. И потому меня это. На самом деле, это рекламная компания Apple. Которая влияется частью этого фильма. Я думаю, что хороший момент, чтобы пойти и выпить воды. Сходить в туалет, чтобы кто-то позавтракал. Вспомнил, забавный момент был. Мамина сестра старшая, когда поискает за... Меня наставляла по своим цитам. Или ты говорила фразу, ты же хочешь, чтобы нормальные люди к тебе тянулись. Я говорю, мне спасибо оставить их за нас в себе. Я согласна. Я тоже и всех нормальных людей оставляю им самими. Я предлагаю... Эй, извините. Сейчас 15.27. Мы знаем, кто придет не через 5 минут, будет за каждую минуту по 10 раз вытискаться. Вы взяли вещи, мне кажется, вы сейчас сбежите. Не все встыгнуть, повернуться. Сколько у нас первого времени? 10 минут. Женька, дай-ка. А можно футболку? Звучит пакет, а тут сердце вольит. Не хочет вообще увидеть. Хорошо. А как хорошо. Если я не видел, не ради бога, не ради. А как за тут и красиво. Еще дайте солнце, а как жарится. Ой, какая красивая. Как вам? Меня зовут Катя. Очень привет, Катя. И Надя. Но просто и тут сам там, и Атим со своим проектом. Если мы хорошо идем. И тут, и там. Все равно так. Мне интересно, если классно. Да. На самом деле это была весьма внезапная тема. Так мы еще не закончили. Понятное дело. Мы еще не будем собираться. Даже не выйти. Я очень надеюсь, что мы не выйдем. Вот. Да. Вопрос, кстати. Естественно, у вас не первый опыт получился. Нет, не первый. Ну вот. Такому-то нет. Мы знаем, что за другую ванную вещь есть. Нет, это вообще офигенная република. Хуже тогда ли реакции? Можно ты? Конечно. Хотя честно. В общем, я верю в то, что люди должны быть искренними. И реакции должны быть честными. Если реакция честная, то это хорошее. Ну, потому что ты всегда учишься. Ну да. Конечно. И ты у аудитории чувствуешь сильнее, чем ты учишься просто на беда. И вот этот взаимообмен – это вещь, которую нельзя не сделать искусственно. Потому что каждый слышит что-то свое. И если все говорят, что они слышат, и если это разное, то людей можно извинить или принести только если они не отвечают на вопросы. то есть идеальная тишина в зале означает смерть дерева. Да, да, да. Потому что это значит, что ты как говоришь, и она куда-то падает в трэш-бин, который в конце рейт называет анти-трэш, и все. Ну, все, он ушел, и я освободилась парточкой часов. Кофе-брейт, перекур. Да, да. Поэтому, когда у вас, например, будут реальные кучи, куча-куча моментов, когда будет завершать идею, я думаю, это будет более до 50, потом станет легче, но знаете, что любая реакция, особенно негатив, говорите за него вам спасибо. Вот если кто-то начинает вас обсирать, то нужно очень внимательно слушать и все записывать. Особенно если все записывать. Потому что если есть неконструктивная критика, то нужно понять, что вызвало другой акций. То есть личный фантер. И это очень важно. Иметь, понимаете, личный фантер важнее всего, потому что вы девочки, я вас хочу радовать, это очень удобно. Это очень удобно. Это очень удобно, потому что мы просто, да, мы все с тобой наконец-то, вас будет про разум. Абсолютно. Дизайн симкера. Ну и плюс, по сути, как отрицательного культуры. У нас, по сути, церемонстрация это агро-инференция такие холёные 10-летние это нормальное способ учения когда приходит у нас у нас у нас у нас у нас сейчас это туда иди и мужчина это огромное сфера мышления опыта ведения понятия у нас у нас сейчас только буквально не нуждаются люди понимают мы будем еще покупать мы активизируем то что у нас здесь есть я больше она может быть она нам лучше очень интересные у которых неожиданная тема и второе предприниматель ситуация люди вот я вы не хотите попечали давайте давайте мы с мы с 6 с 1 с 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 Продолжаем. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 линию зеленым цветом не то чтобы невозможно, но очень близко к невозможно. Что это вообще значит невозможно? Я имею в виду, возможно, есть люди, страдающие дельтонизмом, и для них цвет линии действительно не будет иметь значения. Но я уверен, что целевая аудитория вашего проекта не состоит исключительно из таких людей. То есть, в принципе, это возможно? Скажем проще. Линию можно нарисовать абсолютно любым цветом, но чтобы получилась красная линия, нужно использовать только красный. А что, если нарисовать их синими? Не выйдет. Если нарисовать синим, получится синяя линия. И еще, что вы имели в виду, когда говорили о прозрачном цвете? Полагаю, вы знаете, что значит прозрачный. Да, знаю. И что такое красная линия, надеюсь, вам тоже не надо объяснять. Конечно, нет. Ну вот, вы нарисуете красные линии прозрачным цветом. Вы не могли бы описать, как вы себе представляете результат. Да, Андерсон, что у вас здесь, детский сад? Я просто не знаю. Давайте не будем тратить время на непродуктивные споры. Задача поставлена. Задача четкая и ясная. Если есть какие-то конкретные вопросы, так задавайте. Вы же у нас эксперт. Хорошо. Давайте оставим пока цвета. У вас там что-то было про перпендикулярность? Семь линий, все строго перпендикулярны. Чему? Всему, между собой. Я думала, это вы знаете, какие бывают перпендикулярные линии. Конечно, знаю. Твой же эксперт. Две линии могут быть перпендикулярны, но семь одновременно не могут быть перпендикулярны. Я покажу. Эта линия, так? Да. Теперь другая. Она перпендикулярна первой линии? Ну... Да, она перпендикулярна. Подождите, это еще не все. А вот третья линия. Она перпендикулярна первой? Да, но со второй она не пересекается. Они параллельны, не перпендикулярны. Пожалуй, да. Ну вот, две линии могут быть перпендикулярны. Можно ручку? Это семь красных линий. Да. А если так? Это треугольник. Это определенные перпендикулярные линии. Их три, а не семь. А почему они синие? Точно, я сам хотел спросить. У меня с собой только синяя ручка. Это же просто для тренера. В этом и проблема. У вас линии синие. Нарисуйте их красным. Это не поможет. Откуда вам знать, если вы еще не попробовали? Давайте нарисуем красными и посмотрим, что получится. У меня нет с собой красной ручки, но я вам могу точно сказать, что красным цветом получится то же самое. А разве вы нам не говорили, что красные линии можно рисовать только красным цветом? Вот, я себе даже записал. А теперь вы их рисуете синим. Вы вот это называете красными линиями. Кажется, я поняла. Вы не о цвете сейчас говорите. Вы сейчас об этой, как вы ее называете? Перпендикулярность. Все, вы уже всех запутали. Что нам мешает выполнить задачу? Геометрия. Просто игнорируйте ее. Вот у нас задача. Семь красных линий. Не двадцать, всего семь. Андерсон, я понимаю. Вы узкий специалист. Вы не видите общей картинки. Вы предложите решение критиковать. Вы же счет вам следует лучше знать. Что вы делаете? Ладно, давайте я нарисую вам две перпендикулярные линии. А остальные прозрачным цветом. Их не будет видно, но я их нарисую. Это нам подойдет? Да, нам это подойдет. Да, только еще хотя бы пару зеленым цветом. О, у меня есть еще один вопрос. Вы можете нарисовать одну линию в форме котенка? Что? В форме котенка. Маркетинговые исследования показывают, что наши пользователи любят зверушек. Было бы здорово. Но почему? Послушайте, я, конечно, могу нарисовать кота. Я не художник, но могу попробовать. Но это будет уже не линия. Это будет кот. Линия и кот. Это две разные вещи. Котенок. Не кот, а котенок. Маленький, милый, пушистый. А коты они, понимаете... Нет, никакую разницу. Андерсон, вы хотя бы дослушайте. Она еще говорить не закончила, а вы уже говорите нет. Я понял мысль. Но это невозможно нарисовать линию в форме котенка. По птичку. Так, на чем мы остановились? Что мы делаем? Семь красных линий. Две красным цветом, две зеленым и остальные прозрачными. Я правильно все понял. Превосходно. В таком случае у нас все, верно? Ой, чуть не забыла. У нас еще есть красный шарик. Вы не могли бы его надуть? А какое отношение ко мне имеет шарик? Он красный. Андерсон, вы можете или не можете? Простой вопрос. Вообще, я, конечно, могу, но... Отлично. Организуйте поездку. Мы покроем расходы. Съездите к ним. Надуйте шарик. Было очень продуктивно. Спасибо всем. Зараз, до кинца тут просто кинетесь важливый. Можно еще один вопрос? Когда вы будете надувать шарик, вы можете надуть его в форме котенка? Конечно, могу. Я все могу. Я могу абсолютно все. Я же эксперт. Фильм озвучен творческим объединением Баклажанова. Ру лепутировали Антон Харенко. Я была на презентации агента ЗМИ. Несколько ребят, которые делают урбанистические проекты социальные для города. И один из самых известных их проектов – это изменение карты метро. Ну и они презентуют проекты в итоге кода. Мальчик спрашивает. Всегда классически происходит. Я бы хотела уточнить. Вот вы смотрели на старые карты британские, британского метро. Там большим значком обозначены места для инвалидов. А на вашей карте места, где можно спуститься инвалидов – маленьким значком. Скажите, вы там есть символизм? Ребята сидят, они так краснеют сначала, потом говорят. Есть. Инвалид у нас в стране не выйдет из дома. Ну типа, какая разница? Какой значок, если… Ну типа, на самом деле, если ты в метро спускаешься, то ты можешь только по кольцу ездить. Ты, в принципе, не можешь оттуда выйти. И не можешь никуда перейти. Ты можешь просто ездить по одному кольцу. Вот там, где зашел, там же есть пуститься. Только на новых станциях ездить. Ну, где лифты есть. Да. А лифты есть только на новых… Так, они цикличные. Ну типа, ты больше нигде не можешь выйти. Только на новых станциях. То есть ты на них новый сел и на новый вышел. Просто кататься можно. Так, ну, ответ… Вопрос от эксперта. К этой задачи. У тебя есть ответ к этой задачи? Есть, есть ответ. Выбрать картинки. Пошук картинок. Вот зараз переключиться на картинки и решение. На какого? Вот в пошуке в гугле, заместь видео, картинка написача. Семь разных линий? Да. Я не имею в виду, что я напинул в чат, как их вышелось в гугларно. Причем, вот декілька решений есть. Вон, семь красных линий и решение. Имажез, да. Вот, сама перша. Прозрачный. Прозрачный есть. Прозрачный. Три прозрачных. Дви красных, дви зелених, три прозрачных и одна в форме котенка. И они, вот в том месте, там, где они скрутились, они перпендикулярны. Линия, вот мы, когда понимаем линия, мы в голове думаем прямо. Когда дизайнеру ставят задачу, он начинает думать, как это можно решить. И он малюет вот такую вот фигню. И она работает. Ну, короче, у Укрзалезнице задача, как раз вот, типа, семь красных линий. Походу, ну, они не могут ее решить, а ее, типа, через кастели, вот так реализуемо. Очень часто команды из себя строят, что не есть, там, дизайнеры и все такое. Да, и начинают говорить, вот мы там это не сделаем, вот тупо нам заказывать или что-то еще. А крутые команды дизайнерские, да, они классные такие решения делают, да, вот. То есть, и как-то, и нормально они появляются постоянно эти решения хорошие. Я вот, получается, ну, мне странно вот такие ролики, да, то есть, вот, все тупые, а мы тут вот такие классные. Что именно вам странно, я бы прямо хотела на этом остановиться. Я просто работала с дизайнерами, все крутые идеи рождаются кровью. Ну, типа, они не сразу вот так раз и крутые идеи. Это множество подходов, это ссоры, это кровавые баталии, это друг друга послать куда-нибудь. Я работал с дизайнерами много раз, и крутые дизайнеры просто отличные решения рождали там кучами, и они их делали. Ну, не надо много, там же руками надо работать очень много, да, там. И не надо было ни ссор, никаких, ни крови, совсем другой стиль. Ха-ха-ха, хороший дизайнер. Пограммисты и проще, у нас все логично, психологично работаем. Да, но дизайнеры не так, они ищут необычные решения. То, скорее, 7 красных линий с решением более понятных. На самом деле, хороший дизайнер, его очень... Сначала этот дизайнер ищет необычное решение, а потом программисты начинают. Да, 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 реализовывать решение. Я думаю, все должно работать между собой, правильно? Ну да, но в деяких конторах поставлено так. Дизайнер намалював, передав верстальщику, и верстальщик дивится на это. Пробует заверстать, а потом программист дивится, что заверстал верстальщик, и под это надо еще код сделать. Потому что иногда не прогер кодить, и заводят дизайн с кодером, а намалював дизайнер, заверстал, вот надо, чтобы цей функционал працювал. А сейчас дизайн мышление. Да? Да. Так, есть правила, которые я хочу, чтобы, вот, если вы что-то запомните, сегодня, кроме 7 красных линий и, собственно, анекдоты про эксперта, были еще и эти четыре. Ошибаться быстро? Что-что-что? Нет, нет, мы говорим, первый пункт это о нас. А, ошибаться быстро, креативная уверенность, итерация, 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 вот прям три раза, хочу, чтобы вы это запомнили, и эмпатия. Что такое ошибаться быстро? Там все написано из датуманных людей, вы можете почитать, я потом скажу, что я хочу, или вам прочтить, прочесть, так быстро. Прочесть? Хорошо. Чем больше инвестируете в идею, тем больше в ее сторонникам вы становитесь. Чрезмерно инвестируемый, в изощренный прототип имеет два нежелательных последствия. Во-первых, посредственная идея может зайти слишком далеко по пути к реализации, а в худшем случае может быть еще и реализован. Во-вторых, сам процесс прототипирования открывает возможности изучения новых и более совершенных идей по минимальной стоимости. Чем сложнее и дороже прототип, тем более законченным он выглядит. И чем меньше у его создателей шансов получить ценную конструктивную информацию и меньше санкций принять ее в расчет. Цель прототипирования – не создание рабочей модели. На самом деле, ошибаться быстро – это история про прототипы. Потому что то, что вы делаете, вы ищете нестандартные решения для сложных проблем с большим количеством ограниченной информации. Особенно работая с чем-то государственным. Так вот, для того, чтобы ваша идея улучшилась, нужно работать прототипами. Они могут быть какими угодно, об этом я расскажу еще дальше, но очень важно находить эти грабли. Вот прям идти и искать свои грабли. Потому что очень часто мы все сталкиваемся с тем, что мы безумно верим в свою идею, и мы слепы, потому что мы уверены, что она правильная. А мы даже не спросили, у кого правильная Лена. А все, кто нам говорят, что она неправильная, мы говорим, ты просто ничего не понимаешь. Ну, come on, я же из тех. Поэтому прототипирование – наше все. И ошибаться быстро, потому что каждый раз, когда вы делаете прототип, каждый раз, когда вы ошибаетесь, каждый раз, когда вы собираете фидбэк, вы учитесь. Каждый раз, когда вы учитесь, вы улучшаетесь. И это тот процесс, о котором говорили вы. Когда вы иногда отвлекаетесь с компьютера, вы говорите что-то очень правильное, а потом я к этому возвращаюсь. Ну, вы мне дальше не верите. Я слышал, что вы говорите. Я знаю. Можно что-то прокомментировать? Конечно, можно. Давай. Там вот даже если подаваться в какой-нибудь игрекомбинатор или еще, или даже язык, а сколько раз вы зафейдите? Или сколько раз, какие у вас проекты были, и от которых вы отказались? Это показывает взрослые стартапы, а взрослые стартапы. Это показывает не взрослые стартапы, ни хрена это со взрослыми не связано, взрослые не любят ошибаться. Это показывает уровень гибкости вашей. Люди, которые ошибаются, это как, на самом деле, просто все очень легко сравнивать с очень земными вещами, да. И это как построить отношения. Ну, со своей идеей вы тоже строите отношения, как и со своей командой, как и с вашим партнером, как и с вашим инвестором. У вас будет бесконечная история семейных отношений, особенно с первым. Так вот, отношения – это нелинейная вещь, да. Это не значит, вот, ты мне нравишься, мы поженились, теперь все круто, идем дальше. Это значит, что каждый раз мы должны улучшаться, каждый раз мы должны слышать друг друга, как каждый раз мы должны возвращаться, и мы должны быть готовы к этому. И быть готовы к тому, что результат, он не будет близким. Все, что хорошее, должно быть сложное. Если ваш путь сложный, вы готовы к этим сложностям, вы их переживаете, вы говорите, мы ошибаемся, мы сделали миллион про, мы узнали столько-то уроков, значит, что вы готовы учиться. А это значит, что вы практически готовы убедить. Поэтому это так важно. Креативная уверенность. Расскажу историю. Это, на самом деле, история, которую всегда рассказывает Тим Браун. И она мега-крутая, потому что она конкретно о том, что креативность есть в каждом из нас. Но берет свое начало эта история из исследования некого Альберта Бандеры, который на данный момент это канализ украинского происхождения, и он сейчас является одним из самых известных психологов. Его исследование было построено на исследовании страха. На самом деле это было начало подхода итерационного, который связан и с креативной уверенностью, и с истерациями вместе, поэтому мне очень вкусно вам об этом рассказывать. Исследование следующее. Он собрал людей, которые боялись змеи. Вот прям ужасно боялись, истерично боялись так, что у них все холодело внутри. И он поставил перед собой задачу решить эту проблему. Но решить эту проблему сразу было невозможно, потому что люди не могли преодолеть себя. Поэтому что он сделал? Он сначала привез змею и показал ее на камере, на телевизоре. После этого он показал змею в стеклянной колбе. После этого он показал змею через дверь. То есть люди могли посмотреть на змею через дверь и точно были уверены, что она к ним не пролезет. Это все происходило за очень короткий период времени. После того, как они увидели змею через дверь, они могли зайти в комнату, в которой находилась змея. После этого они могли подойти к коробке, где была змея, у которой была ограниченная территория. И в конце исследования им дали перчатки, и они смогли потрогать змею. В конце исследования финалом было то, что каждый из них прикоснулся к змее рукой. Ничто не линейно, ничто не достигается сразу, это просто этап проб. И самое важное, что нет ограничений. И если вы будете, каждый из вас будет уверен, что в том, что креативность возможна, что всегда возможны решения лучше, круче, ну, этот прогресс есть. Его просто нужно найти себе силы, найти. Тогда путь прогресса будет вам заходить легче, и он будет требовать меньше крови. Второй пример, он касается МРТ, машины МРТ. Это конкретный классический пример из дизайна мышления. Очень короткая история. Машина МРТ, компания General Electric, там есть какой-то супердревний разработчик, который работает в компании всю жизнь, он делает машины МРТ, он сделал суперкрутую машину, суперточную. Он, по-моему, не из первых, они выпустили машину на 6 Тесла, или 4 Тесла, не помню. В общем, он пошел в Дискул, это школа в Стэнфорде по дизайн-мышлению. Проходя курс, он поставил перед собой челлендж, там, улучшить машину. Он попал в госпиталь, где сидели дети, в отделении педиатрии. И он увидел, что дети рыдали, заходя в МРТ. Ну, они просто, у них была нереальная истерика, и в 80% случаев использовался седативный препарат. И его вопросом стало, как можно что-то такое, что помогает им выжить, так плохо воспринимать. То есть, по сути, для того, чтобы больного ребенка проверить, нужно было еще использовать дополнительные вещества. Поэтому он поставил перед собой абсолютно нормальный дизайн-челлендж, так называемый дизайн-вызор. Каким образом изменить процесс, да, каким образом сделать так, чтобы дети перестали бояться. И он придумал, посмотрев на детей, на то, что для них важно, на то, что их касается. У них очень много страха в момент, когда они болеют. И всеми у них хватает магии и веселости. И он превратил машинное МРТ в удивительное приключение. А все они в Америке раскрашены в разных... Это был большой проект, все они раскрашены в разных форматах. Где-то это пиратский корабль, где-то это космический корабль, где-то это корабль с инопланетянами. И детям, перед тем, как они заходят, доктор, который одет веселый костюм, рассказывает о том, что сейчас мы попадем на пиратский корабль. Ты попадешь вниз его. Там будет очень громко, потому что там ходят пираты. И тебе нужно не дышать и не двигаться, потому что они тебя обнаружат. Ну и его достижением он считает момент, когда потом по реализации проекта он вернулся в отделение педиатрии, и когда ребенок выходил, он спросил маму, когда мы с тобой вернемся еще раз. Ну, статистика очень простая. Использование седативных снизилось на 90%, поэтому только в 10% или 5% случаев они используются. Это все напоминает кухню. Под каким соусом подашь? Так это и так и есть. Согласен. У меня макароны, они не под кунцово, все походы. Ты их просто готовить не будешь. Вы на любые такие дни, вы на любые такие дни садоваты. Теперь моя любимая история про литерацию. Я думаю, что если со всем остальным вы со мной спорили про смерть переводчиков и про все остальное, то вот с этой реальности вы не сможете поспорить. Вот только попробуйте со мной поспорить. Цикавый кейс. Цикавый кейс. Так, добрый. 3D Max. Позавчера, типа, да? Дня 3 там. Да, чувак смира. 3D Max. Продолжение следует... Хорошо. Опять検 Base. unfortunately, Bad. It's virtually Bad. eh Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Для вас очень важно научиться понять эмпатии. И оно нам дано всем чуть-чуть, но мы его не развиваем. И его важно развивать. Почему? Потому что вам предстоят питчи, вам нужно будет убеждать миллион людей, которым ни хрена не надо в том, что им это нужно. Вам нужно будет находить ответы на их самые болезненные вопросы, которые они не хотят себя ослучивать. И вам нужно будет обладать достаточным количеством веры, для того, чтобы, смотря ваши безумные глаза, люди начинали тоже немножко верить. Для того, чтобы это было достижимым, вам нужно научиться чувствовать людей. И это чувство людей возникает на основе понятия эмпатии. Что такое эмпатия? Чем оно отличается от симпатии? У меня есть видео, оно на английском. Если вы что-то не понимаете, я расскажу после. Оно смешное. Я надеюсь, что вы дочитаете. So what is empathy? And why is it very different than sympathy? Empathy. Empathy fuels connection. Sympathy. Я не смогла сохранить из YouTube, но я включу на YouTube. У меня уже есть. Это очень круто по-русски, просто оно настолько крутое, чтобы нужно слышать. Это в оригинале, чтобы понять, почему это в смысле? Нет, есть русское видео, но оно не скачивается, но заблокировано. Сейчас, смотрите, если его есть в английском. Это уже оригинальная мысль. Да, там тоже самый текст переведен просто. И чем? Потому что не все говорят по-английски. Ты не знаешь, что такое Илон Маск? Маск? Я знаю, кто дал жизни тому всему. Я сензирирую. Я целый вырезаю. Ролик обновляю. А я Титаник, мы смотрим. Да, давайте друг другу расскажем, что мы... Так, что же такое эмпатия и почему она так отличается от симпатии? Эмпатия соединяет. Симпатия приводит к разъединению. Эмпатия очень интересная вещь. Тереза Вайсман, ученая, которая изучала разные профессии, где важна эмпатия, пришла к четырем основам эмпатии. Осознание чужих взглядов, способность взглянуть на ситуацию с точки зрения другого человека и понять, правдивы ли его слова. Воздержание от собственных суждений, особенно если ты, как и большинство, наслаждаешься ими. Распознавание эмоций других людей и умение налаживать контакт. Эмпатия — это сопереживать, способность чувствовать вместе с людьми. Мне всегда казалось, что эмпатия — это какое-то секретное место, что-то вроде глубокой пещеры, в которой я зарываюсь на самое дно и говорю. Я застряла, здесь темно, я разбита. А потом кто-то смотрит и говорит. Кэй. Спускается вниз. Я знаю, каково быть тут. Ты не одна. Семпатия — это... Ух! Все паршиво, ага. Эм... Не хочешь бутерброд? Нерба! Это я. Эмпатия — это выбор, и это важный выбор. И для того, чтобы наладить с кем-то контакт, ты должен наладить контакт с чем-то в себе самым, что знает это чувство. Реже, чем никогда, эмпатия начинается с фразы... По крайней мере. Ага. И большинство делает это постоянно, потому что, знаешь, с тобой поделились чем-то невероятно болезненным. И ты сразу пытаешься найти в этом светлые стороны. Посеребрить. Ты пытаешься посеребрить чью-то проблему. У меня выкидыш. По крайней мере, ты знаешь, что можешь сбеременеть. Мой брак разваливается. По крайней мере, у тебя есть брак. Джона выгоняют из школы. По крайней мере, Сара отличница. Это именно то, что некоторые делают, встретившись с очень трудным разговором. Они пытаются сделать как лучше. Если я поделюсь с тобой чем-то важным, мне бы хотелось, чтобы ты ответил. Даже не знаю, что сказать, но я рад, что ты поделилась со мной. Потому что, по правде говоря, редко отклик может сделать что-то лучше. Сопереживание. Вот, что может помочь. Все. Класс. Это что-то реально работает. Класс. Идея понятна, но, конечно, анимация заборевает. Чрезмерно. Заборевает. Когда к этому сам внутри пришел, а у этого слова еще есть указывается. Что-что-что? Вот внутри к этому сам пришел, я там несколько лет уже это понимаю. Да. А у этого слова есть указывается. У меня так с нетворкингом было. Я не знал, что я им занимаюсь. Это очень важно. Важное слово. И важно его знать. Поэтому сопереживание, это момент, когда вы смотрите. Я знаю, как это сказать лучше всего. Вы готовы в один момент избавиться от своего эгоизма. И в моей жизни было масса историй, когда какая-то реакция на другого человека, простая очень, в очень простых вещах, порождала большую длинную дружбу, отношения, рабочий контракт и так далее. Просто потому, что это моя готовность избавиться от «я» и услышать другого человека. Потому что ему, возможно, что-то нужно. Ну, точно так же, как очень часто, когда вы будете приходить на пичи и будете просить сотни, пару сотен, возможно, пару миллионов долларов, возможно, от человека ушла жена. И он хочет работать, но ему очень насрать на работу. И если вы почувствуете в нем это чувство и сможете развеселить его, не о проекте, а просто о человеческом, и улыбнуть, мир станет немножко лучше. Он не даст вам денег, но он даст слово за вас, когда вам даст денег кто-то другой. И поэтому об этом стоит бога. То есть пришел на пичи, так, уход, жена ушла. Говорит, ты его сейчас не должен сказать. Я очень советую тебе на пичи говорить конструктивно. Только конструктивно. Это тебе только конструктивно. Это не в обидно, это сейчас я правда честно к тебе говорю. Я как раз говорю конструктивно. Служить, не знаю, чтобы калорий понять, но я стараюсь. Калорий, калорий. Много калорий. Ну, то есть образ мышления ступит контрастен, чтобы, ну, информация... Да, то исходалось. Информация не новая, но подается по совершенно другому каналу, привычному, чем я обычно воспринимаю. Это, расскажи мне, это комплимент больше, чем психологический? Нет, это и ни то, ни другое. Он пытается просто сам понять, что происходит. Нет, я понимаю, как это... Он мне больше усилий, мыслительно требуется, чтобы понять вот этот континент. Только подачу. Хорошо, но я, если тебе нужно... Как, чтобы я кому-то по-другому сказала? Нет, нет, я просто... Я просто пытаюсь показать... Это отличает технология, логическую мысль, еще вот дизайнера, грубо говоря. Человека, который больше направо полушария ориентируем. Попробуй почитать, к примеру, 1-9-8-4 Орла. Там есть описание такого принципа, как двоемыслы. Очень широко в книге используется. Возможно, это тебе поможет. Ты вот, когда антикоррупционными проектами занимаешься, это очень близко... Это не то же самое, что эмпатия, но это очень близко, ты вот там. Ну, естественно, нужно влезть... Нет, вопроса у меня не возникает, но нужно действительно влезть в другие тапки, понять, что происходит, понять тех же аналитиков, чтобы сделать для них решение. О, Ван, ты же почему антикоррупционными проектами занимаешься? Почему ты антикоррупционными проектами занимаешься? Деньги дают. Ну, то есть, нет, во-первых, другой подход просто. Я сначала издал работу, потом сказали, вот есть тема, можно делать. Мне пошло время, чтобы понять, что же мне хотят. Потом я понял, что у меня это получается, и когда в итоге застали еще и хвалить, это вообще классно. Возвращаясь к нескольким способам решения этой проблемы. Для дизайн-мышления есть ряд фреймворков. Я думаю, что слово «фреймворк» знакомо здесь всем. Я уже боюсь, что его на контексте будет использоваться здесь, но ладно. Суть, его не меняется, даже если меняется контекст. Инструментом. Подходим. Да. Набором инструментов для подхода. Для решения задачи. Есть классический метод «Дискул». Это то, что школа Стэнфорда, где, собственно, компания «Идео» и «Тим Браун», которым мой дружочек сегодня, являются основателями. И это самая популярная школа дизайн-мышления. Есть такая схемка, тут тоже пять этапов. Вы видите в них очень много похожего и при этом много разного. Есть следующий подход, это университет Вирджинии использует такой метод. Есть подход двойного бриллианта, это британский подход. Есть подход дизайн-спринта. Вообще, понятие спринта в большей степени гугловская. Поэтому, если вы о нем не знаете, вам очень нужно его загуглить. Я расскажу вам о методе «Дискул», потому что это самая большая школа и то, что мне ближе всего. В чем суть этого метода? Спасибо, я люблю выходить. В том, что, собственно, то, что происходит и у вас, из эмпатии мы делаем концентрацию и делаем дизайн. Потому что, например, Петя, который вообще круто об этом рассказал, у меня не было работы, и потом мне сказали, что есть тема. Мне пришлось в этом о всем разобраться. Я разобрался, а теперь меня начали еще хвалить. И теперь я сконцентрировался, и теперь я делаю решение. Ну, по сути... Когда приходит понимание, приходит удовольствие процесса. Это тоже очень важно. Когда ты понимаешь, что ты точно сейчас дашь решение, которое принесет пользу, что-то интересное, ну... Ну, и это не... Это сложный путь. Это путь с большим количеством неизвестных. Он состоит из пяти пунктов. Мы начинаем с эмпатии, потом переходим к фокусировке. Третий этап – идеация. Четвертый этап – прототип. И пятый этап – тест. И сейчас я вас попрошу отвлечься от компьютеров и запомнить пять этапов. И эмпатия, фокусировка, идеация, прототипирование и тестирование. Что самое важное – это не законченный процесс. Это процесс, который цикличен. И это важнее всего запомнить. Потому что в момент, когда вы делаете тест, вам нужно вернуться к эмпатии. И опять ответить на вопрос – на самом деле я решил чью-то проблему или нет. Если это делать постоянно... Что такое идеация? Идеация – это английское слово «ideation», это польский «ideas». Генерация идей. Генерация идей. Любое решение, которое вы делаете, оно должно отвечать на три критерия. И это очень важно. Это возможность реализовать это в бизнесе, для которого вы это делаете, для ваших пунктов это особо актуально, потому что есть хорошее решение, которое, возможно, эта система государственная не может реализовать. И какое бы хорошее решение ни было, как бы оно ни отвечало на запрос граждан, и жителей нашей большой прекрасной страны, оно не может быть реализовано, потому что оно невозможно провести в государстве. Желание человека и, собственно, возможности технической реализации. Это три критерия проверки каждой идеи, которая есть и которую вы реализовываете. Теперь по пунктам из пяти наших сот. Я поставлю вопрос. То же самое, что и было на других квадратах. Да, то же самое, что и было, только на английском других квадратах. Важная фраза здесь. Продолжайте, никогда не останавливайтесь. Главное золотое правило, которое есть у всех дизайнер-мыслителей, которым, я надеюсь, вы себя тоже будете причислять очень скоро, потому что вы это и делаете, вы просто не знаете, как это называется. Это никогда не прыгайте в решение. Нам всем кажется, что мы настолько мудрые и настолько умные, что мы знаем, какое решение нужно. Вот нам говорят, что проблема, мы такие, о, вот решение. Всё, вы тут, вы смертны. Ну, нет. Для того, чтобы найти решение, вам нужно подать его критике и сомнению. Для того, чтобы подать его критике и сомнению, вам нужно найти в себе силы и пространство, услышать фидбэк, собрать достаточное количество данных. Поэтому сначала исследование, потом выводы. А как исследование делать, если нет продукта первоначального? Исследование можно делать, если нет продукта первоначального. если я в этом не скажу. Мы все это выучили. Ну, они не такие, как я все продукта. Ну, знаю, мой партнёр, мой друг, мой ментор хорошую фразу говорил. Ни одна из мыслей, точнее, любая мысль, которая возникает в голове, изначально неверна. Потому что ничто не может быть сразу идеальным из-за хаоса нейрона. Нужно садить это всё проработать, как думать. Придумал? Пройди этап до шлифовки. Первое, с чего мы начинаем, это прорабатываю вызов. Я отвечу на этот вопрос, я помню. С чего начинается процесс? Мы определяем вызов. И задаем правильные вопросы. Очень часто мы задаем неправильные вопросы. Тут у нас есть прям гамлетовский контекст. Дизайн-мыслители любят задать вопрос, а что если? Потому что вопрос, а что если заданный миллион раз, приводит к постоянному поиску новых ответов. Это, по сути, замена вопроса быть или нет. Артемий Лебедев вообще не так говорил. А он лидер дизайна. Ещё раз, дизайн-мышление и дизайн это немножко разные вещи. Они похожи, потому... Он категорически говорил не так. Он говорил, что нельзя спрашивать, надо делать, потом смотреть на реакцию. Ага, это... Подержи, педхейд. Давай с Людей, а пойдем поднимемся, что там безгармит. Это он говорил про фокус группы. Это немножко другая вещь. Ничего он не говорил про фокус группы. Он говорил, что невозможно узнавать у них специалистов, как сделать правильно. Если ничего ещё нет. Давайте так. Я вам про Артемия Лебедева отвечу один вопрос. Я так просто его вспомнил. Я не думаю, что его так вот оставить. Всё нужно смотреть в контексте. И давайте быть честным. Артемий Лебедев так говорил относительно всех исследований, которые когда-либо проводились. Дизайн. Артемий Лебедев говорил это, потому что он сделал столько продуктов, что его арогантность имела не просто обознавание, а причины обознавания. Если вы сделаете достаточное количество продуктов для того, чтобы делать, а потом спрашивать... Тут нету логики вот в этом. Он сделал столько, потому что у него такой подход изначально. Нет, не было у него такой подход. И мы не будем об этом спорить. У кого у него было спрашивать, когда он делал свои первые сайты? Директоров заводят? Мы не будем об этом спорить. Пожалуйста, мы уходим от важного. Все уже открылись на мобильные телефоны? Положили? Спасибо. Африканские дети рождаются раньше срока и не выживают. Это проблема, которая стояла перед школой дизайна. Я вам расскажу короткую историю о том, каким образом решаются проблемы и каким образом мы ставим правильные вопросы. Неграм-презеративы? Непонятно. Я предлагаю, вот уже в конце вечера, везде... Это стартап, да? Это стартап такой? Это стартап такой? Очень близко к нашему стартапу. Да, это не стартап, это дизайн челлендж, так называемый или дизайн вызов, который стоял перед командой. Задача звучала следующим образом. Африканские дети рождаются раньше срока и не выживают. А проблема в чём? А где там антикоррупция? Это проблема в том, что они не выживают. Мы же послушаем, может. Может, правильный вопрос не раздается, но... Хорошо. Давайте вы дослушаете до конца. Если вы не вынесете урок, я отвечу на все параллельные вопросы, которые вы издекает. Хорошо. Если вы найдёте время дослушать и вынести уроки, поставите меня услышать и включить эмпатию, не перебивать, не отвлекаться на другие темы, а всё-таки дослушать, я думаю, что у каждой вынесет влажное для себя. Это проблема, которая стояла. Решение, задача, соответственно, была оформлена очень просто. Это создать дешёвые инкубаторы для африканских детей. Правильно? Потому что, ну что, ребёнок выжил, который раньше срока родился, он должен быть в инкубаторе. Что делала дизайн-команда? Всё, что делаем мы все. Это история про клиента, задачи, бриф и решения. Что сделали дизайнеры? Они разработали реально дешёвое решение, которое можно было интегрировать во все больницы Африки. Оно было дешевле в 4 раза, чем то, что существовало до этого. Специальную комнату. Они поехали в Африку. И тут важный урок для вас. Что это нельзя понять, если вы не будете там, где оно должно быть реализовано. Они поехали в Африку. Увидели прототип своего решения. И увидели абсолютно пустой госпиталь. Почему госпиталь был пустым? Потому что люди не обращались. Нет. Потому что дети рождались раньше срока, а больница находится далеко. И при транспортировке ребёнок умирал. Смысла ехать в больницу не было. Поэтому единственная надежда была на то, что ребёнок выживет, когда его кто-то бережёт. А на самом деле ему нужно было в инкубатор. Но он просто не доезжал. И когда они это осознали, когда они поехали в деревню, когда они спросили у людей, почему они не приезжают, почему нет детей, а их осмертность очень высокая, они поняли, что на самом деле нужно что-то, что будет охранить ребёнка в тепле. И решением, которое ответило на данный запрос, чтобы дети не умирали, стала термообёртка на парафиновой основе, которую можно было сделать во всех странах. И это то, что спасло жизни сотням тысяч детей во странах Африки и в Индии. Но для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, нужно было сделать ряд обязательных шагов. Нужно было ошибиться вначале, нужно было сделать прототип, реализовать его в месте, где он должен был применяться, поехать в это место физически, обозначить, решена проблема или нет, и найти решение для проблемы, которая реально существует. Почему? Потому что люди не знали, какая проблема реально существует. И только то, что весь этот путь был сделан, было возможным поиск этого решения. Я ответила на все параллели? Мне кажется, они слишком много работают. То есть, по сути, задача состоит в том, чтобы взглянуть на ситуацию с точки зрения человека, который в этой ситуации, и ещё с нескольких точек. Абсолютно. Я считаю, что слишком говерхед, лучше бы не разработали многоразовые презервативы. Это было бы... Да нет, это дешевле было. Подожди, нет. Это не в том, чтобы люди не рождались вообще. Вы только что сами подтвердили, что Артемии сначала сделали, ошибочно проверили. Свою же проблема, как презервативы решить. Если по ней десять лет обсуждали... Поэтому я и говорю, делать. Нет, ну всё время пробовать. Я уже говорю, пробовать. Но при этом важно спрашивать. Да, сделайте. Так вот именно, что важно сделать и спрашивать. Это путь цикличен. Давайте конкретно, давайте конкретно. Вот что нужно было спросить у ребят из Африки, вот конкретно в этом случае? Вот что спросить надо было? Перед тем, как они это всё сделали. Это было возможно только потому, что был ряд шагов. Да. Так называемый ряд итераций. Поэтому с одной стороны вы правы. Но для того, чтобы... А? И с другой тоже. И с другой тоже. Вы вообще супер правы. Да. Поэтому вам не надо слушать такого. Но я всё-таки вам советую это делать. Макс, у вас какие проблемы? Контроля-контроля рождаемости стоит. А в чём плохо, если я слышу ошибку, то нужно смыслить ошибкой. Я не говорю, что это плохо. Я просто говорю, что вы дослушали до конца мою мысль и опровергаете её. Нет, ни в коем случае. Я не слушаю. Хорошо. Мне нравится то, что вы говорили в армии. Это написано было. Проблема ранней рождаемости. Мальчики. 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 Мальчики рождаемости. Которолировать нужно сначала, а потом уже вот это вот. И всё вместе. Если вы не научитесь слышать. Это будет большая проблема, которая будет за вами тянуться большим шлейфом. Я сейчас не хочу вас воспитывать. Я просто... Окей, я понял. Мысль была в том, чтобы правильные идеи видеть в середине операции? Мысль была в том, что я рассказываю тебе что-то, что я знаю. Чтобы ты вынесла из этого что-то, что тебе нужно. Я услышаю. Ситуация была разная. Суть в том, чтобы... Я не могу говорить так, как ты. Потому что мы разные. И от того, что мы разные... И от этого... Этой комбинации происходит... Самое большое. Если ты не будешь продолжать спор и дашь мне договорить, ты узнаешь больше, чем в споре с ним. Поверь мне. Компания Airbnb. Возвращаемся к тому, что мы обсуждали раньше. У них была проблема. В один момент они столкнулись с проблемой. Люди перестали бронировать квартиры. Почему это произошло? Они искали ответную проблему. Оказалось, что просто, когда ты даешь право людям фоткать свое жилье, кто-то из них делает вот такую фотографию, кто-то там вешает трусы и сушится. Ну и фотографии были ужасные. Поэтому для того, чтобы решить эту проблему, они поняли, что нужно внести к критическому массу красивого. Что они сделали? Они наняли кучу фотографов по всему миру. В ключевых локациях. И отфотографировали топ-квартиры. Все остальные квартиры, которые заходили в систему, должны уже были быть красивыми, потому что они видели, что топ-квартиры выглядят вот так. И это точно так же улучшило их процесс и возврат клиентов. Этап эмпатии. Каким образом производится эмпатия в реализации, о которой мы говорим, в реализации инноваций любой. Даже если это стартап, даже если это стартап для государственной машины, даже это стартап о борьбе с коррупцией, вообще абсолютно все равно. Нужно наблюдать, нужно играть интервью, слышать людей, стараться их услышать. Нужно чувствовать то, как чувствует себя человек в этом процессе. Пытаться почувствовать себя, пытаться найти его проблемы. И каждый раз, каждый из нас антрополы. Мы все время должны обратиться к людьми, за окружающей наш действительностью. Потому что только вокруг мы, будучи открытыми, умея концентрироваться на чем-то одном, каждый день уделять время чему-то главному, мы находим новое. Пример для вас, чтобы ответить на ваш вопрос. Если я не ошибаюсь, у вас какой проект? Я сервис вагон. Вагон. Можно на территорию проекта заходить или нет? Наоборот, я же этого и хочу. Хорошо, давайте. Только вы совсем жестко с вами не надо. Нет, это я 5 минут, у меня так, 5 минут так. Я уже заметила, это у меня тоже неполярное расстройство. Мы не гадимся. Сервис вагон. Если я не ошибаюсь, его задача собирать негативные отзывы людей. Статистику. Статистику негативных отзывов людей. Выявлять плохие поезда, а не разбирать каждую жалобу отдельно. И выявлять депо, которое организуют выезд таких вот поезда. Целью проекта является что? Наказание среднего звена украинской зарезницы, которая бороит на ремонтах и не ремонтирует вагоны. Не, 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 пожалуйста, не вносите смысл. Уже такие много. Окей. Это изменит что? Сразу же улучшит состояние вагонов. Вообще в сей зарезной зарези появятся билеты. Это изменит систему? Да, это изменит всю систему. Как это изменит систему? Из-за того, что мы на одном экране монитора, Бальчун может увидеть всю ситуацию по пассажирскому сообщению, он может принимать быстро кадровые решения. Кому это нужно? Бальчун. Пассажирам. Пассажирам обязательно нужно. Ну, то есть я даже, ну, это нулевой этап. Вы спросили у пассажиров, сидящих здесь в комнате? Сейчас, подождите, нет вопроса. Вы спросили у кого-то из этой комнаты, кто бы сделал это? Кто бы оформил это? У нас уже собрано, кстати, уже работает сервис. То есть я изучал этот вопрос долго. Еще раз. У меня был прямой вопрос. Из этой комнаты Вы спрашивали у кого-то, кто бы это сделал? Из этой комнаты. Давайте спросим. Давайте. Отвечаем. Какой вопрос? Если, 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 если вы едете в поезде, и у вас, например, поломано окно, хотели бы вы, чтобы вы достали свой телефон, поставили одну галочку, и руководитель угрозалестницы видел вашу эту проблему? Или туалет грязный, или хамит проводник пьяный, едет в поезде. Хорошо, хотели бы один. Момент. По очереди, подожди. Ты отвечай, пожалуйста. Ну да, конечно. Да, хорошо. Да, я в принципе хотел бы, но есть первый вопрос. Решит ли это, эту проблему сейчас, на данный момент? Нет, нет, нет. Подожди. Решит ли это мою проблему с этим не открывающимся окном? Мы отвечаем на вопрос. Ты бы это сделал? Скажи мне, да или нет? Да. Да, хорошо. А я бы не сделал, потому что мне было бы лень доставать телефон и скачивать приложение, где нет интернета. И, во-первых, мне надо знать это приложение. Супер. Я тут тоже не буду. Супер. Соответственно, где-то люди разделились на тех, кто готов и не готов. Следующий вопрос, который мы можем перед собой поставить, это почему они готовы? Ну, давай честно. Люди всегда готовы жаловаться. Да. Это просто вот вообще их не корми, не паи. Они просто будут жаловаться. Особенно в нашем государстве. Вот если можно пожаловаться, супер. Вопрос, который я хотела задать ты. Максим. Это на самом деле потребность жаловаться. Вот если ты спросишь у человека, готов ли он жаловаться, он скажет да. Всегда да. Даже ленивый да. Потому что мне не все равно. Вот при чем здесь жаловаться? Но тебе не все равно, есть ли изменения. Тебе не все равно, будет ли инструмент, который это заменит. Сложки импатии. Вы сказали, что-то там не так с окном. Мне не все равно, что не так с окном. Я хочу, чтобы было так. Да, но если оно не станет так. Если ты не хочешь изменения. Офигенно, это классное положение. Нажимаешь кнопку, окно закрылось. Нажимаешь кнопку, и ты не можешь пойти в туалет. Если ты не можешь пойти в туалет. Весь момент в этой ситуации в правильности постановки вопроса. Потому что вопрос был поставлен, хочет ли человек вообще пожаловаться о том, что такая проблема с окном. Но здесь не учтены варианты, есть ли такова возможность, как это сделать. Насколько это легко. Достаешь телефон. И какие будут после этого изменения? Если у тебя смартфон и у тебя МТС, у тебя на всем протяжении Украинской залезницы есть интернет бесплатный. У меня вот такой пакет. 200 гривен в год. У меня лайв. Ну, это башня. То есть, если у меня МТС, я могу, а если у меня лайв, я типа, все. О чем мы сейчас говорим? Если у тебя лайв, а у тебя МТС. Ну, о чем мы говорим? Комментируй. Надо было для большинственного дела. Потому что люди не хотят быть хуже, люди хотят быть лучше. А у нас есть такая штука, если поездка понравилась, можно как бы премии давать, хвалить. А теперь стоп, все, мы сейчас остановились о проекте. Все идеи хорошие. У вас есть очень много времени говорить друг с другом. Все, что я хотела, чтобы мы добились, это объяснение, что такое эмпатия. И нахрена она нужна к антикоррупционному проекту для украинской жизни. Тут куча эмпатии. Тут куча эмпатии в этом проекте. А я хочу, чтобы ты научился слышать. Слышать, это значит каждый раз, когда у тебя есть абсолютное убеждение, что ты прав, идти и спрашивать. Потому что, возможно, кто-то, кто мыслит вообще в другом ключе, в другом проекте и вообще не думает о твоем. Так я это делаю каждый день в проекте, в фейсбуке. Я постоянно, когда мне что-то пишут, мы тут же это добавляем. Даже чуть-чуть подумаем об этом и добавляем. Это классно, что люди советуют. Сейчас я тоже об этом расскажу. Про добавляем, что нужно добавлять. Но суть в том, что нужно постоянно к этому возвращаться. Потому что только это прогресс. Моя характеристика проекту, и я больше, наверное, не буду его трогать, буду другие трогать, в том, что... Ну, пока не поедете вы запаломного от нас. Ты оптимист. Я могу дать тебе что-то хорошее. Я могу дать свою обратную связь. Она неправильная. Она моя. Она точно субъективна. Основана на моем личном опыте. На моем личном опыте заставить людей пожаловаться очень легко. Вопрос, насколько долгосрочный проект, который ты реализовываешь. Если его поддержит какой-то залезник, сделает его официально. Если ты реально ответишь на запрос, а реальный запрос каждого человека, кто едет в поезде, у которого не закрывается окно, сделает так, чтобы в долгосрочной перспективе в следующей поездке это окно закрывалось. И это точно не пожаловаться. Нет, это точно пожаловаться. У нас жалоба нестит. Людина, которая имеет проблемы с открытым векном, когда люди в поезде, в ней основная проблема не пожаловаться, а вырешить проблему с открытым векном. Это то, что я пытаюсь сказать. Это то, что я пытаюсь сказать. У нас сервис онлайн, и мы хотим, чтобы служба сразу следила за такими обращениями и тут же нормальный начальник поезда посылал туда, например, и он его закрывал это окно. Вот что мы хотим. Но готова ли к этому система? А мы меняем систему. Подожди, подожди. Этих вопросов миллион. все, что я хотела тебе сказать, что у тебя хорошая обратная связь именно потому, что у тебя неправильный вопрос. Прости, но это факт. Я вообще не понимаю, что я запутал, Савельич. Какой неправильный? А? Что-то я вообще запутал. Ну, вопрос. Готов ли ты пожаловаться? Конечно, да, я готов. У нас сервис уже работает. Он уже собирает статьи. Мы уже выявили эти депо. Я же тебе говорю, что люди готовы жаловаться. Но ты не изменишь этим систему. Да, конечно, изменю. Но уже поменялось? Да, уже поменялось. Например, мы выявили, что в Мариуполе самые плохие поезда. Туда добавили сейчас еще еще. Я думаю, что тут половина сервиса дерьмо, что сможет стараться уже игнорировать побыстрее добраться с точки А в точку Б или с детьми погнать самолет. Я бы не жалов. Просто потому, что я уже не верю, что это работает. Но если будет правильная компания этого проекта, если это будет, допустим, как-то навязано, например, я выхожу из пользования вам паться смс, а ну-ка, отзыв быстро сейчас. И такой, о, блин, надо. По-любому, любой отзыв, положительный отрицательный, не сейчас, заставит людей. Невозможно систему поменять за две минуты. Естественно. Никто об этом не говорит. Все, что я тебе хотела сказать о твоем проекте, это то, что у тебя офигительный отзыв от людей, потому что у тебя неправильный вопрос. Твой вопрос не меняет систему. Просто услышь меня. Если ты спросишь каждого здесь в комнате, в личном диалоге, выделишь себе время и задашь им миллион вопросов, тебя спорят минимум три человека здесь конструктивно. И я хочу, чтобы ты их услышал. И это эмпатия. Умение и готовность слышать других. Если ты будешь готов к тому, что тебя будут критиковать, и иногда делать это конструктивно, и никогда не конструктивно, но это даст тебе точно прогресс. У вас минута есть минута? Помните, вы говорили про кровь, которая возникает, когда вы с дизайнерами что-то обсуждаете? Я часто видел, часто, когда вот так вот внутри кровь, война, потом вот это ничего не надо никому. Вообще-то, это все, вот то, что они два месяца долбали друг друга, да, это никому не надо. У нас проект готов. Мы изучаем нигде человека, который пользуется этим проектом, а не так, что я начал ходить, дергать их, а ну скажи мне, зеленым тут или желтым? смотри, я же тебе не говорю сделать, я тебе рекомендую сделать это. Потому что, если ты хочешь... Почему я буду напрягать людей, которые не пользуются сервисом? Зачем мне лезть в их пространство? Потому что, все, что я слышу сейчас, я тебе говорю, знаешь что? Развивайся. А ты говоришь, знаешь что? Я все знаю. Поэтому мысли по разные стороны баррикады. Вы вообще не слышите, что я вам отвечаю? Я слышу. Ты говоришь, зачем мне напрягать людей? мы каждый день собираем все комментарии, которые нам пишут, сделайте то-то, сделайте то-то, вот пять звездочек. Мы это все собираем и делаем. Мы уже столько улучшили. А я говорю о системном. Последовательный подход к улучшениям и инновациям. И мой первый совет для твоего проекта это в том, чтобы услышать мнение тех, кто рядом с тобой. Потому что их проекты похожи. Они тоже думают в этом ключе и у них есть их грабли. Возможно, себя это не улучшит, но их грабли тебя могут чему-то научить. А, в этом смысле. Я понял. Потому что они похожи проекты. Конечно. Вы в одной комнате и вы этим не пользуетесь. В чем? Друг друга. И еще одна классная такая штуковина. Вот мнение пользователей лояльных по сравнению с мнением пользователей нелояльных, которые ушли, ну, оно, в принципе, ничтожно абсолютно. То есть, на самом деле, самые ценные пользователи это те пользователи, которые ушли. И вот достучаться до них и выяснить, почему они ушли. Это более ценно, чем пользователь, который сказал, все классно, только вот добавьте мне еще здесь справочник какого-нибудь. То есть... Я не уверен, что прям вот так это сто процентов. Я не уверен, что это прям сто процентов. Ты говоришь, вот это так, вот эти более ценные, нам и те ценные, и те ценные, нам и те ценные. Смотри, опять вот, измени, пожалуйста, я сейчас перебью. Вот, опять. Услышь меня. Я прям вот не знаю, как тебе нанести это проще всего. Тебе что-то говорят не потому, что хотят плохо, не хотят упороть. Это нормальная реальность. Я отвечаю не потому, что я перебью. Я отвечаю не потому, что я перебью. Ты говоришь, это все не абсолютно. Да все не абсолютно в этом мире. Но научись слышать. Это начало эмпатии. Это тебе даст столько, ты даже не представляешь, сколько тебе это было. Я не буду прям меняться, чтобы просто вот поменяться под кого-то. Это ошибка. Просто. Окей. Вот и пусть будет ошибка. Я предлагаю прийти ко второму этапу. Этап фокусировки. Каким образом делать фокусировку? Что такое фокусировка? Это когда мы из кучи инсайтов, которые мы только что, например, собрали на примере проектов. И это никогда не было это легко, поэтому тут всем респект и любовь, но идти от меня. тебе. Я знаю, что это нелегко, когда вообще критикуют или гладят. Но надо отыскивать паттерны, отыскивать общие вещи, искать одинаковые характеристики, искать инсайты, которые объединяют людей. Все устаревшие характеристики от 18 до 25, это редкая хрень. Людей больше не объединяет возраст, людей объединяет интересы, людей объединяют потребности. Ищите интересы и потребности, которые объединяют людей. Вопрос, который нужно перед собой ставить, как мы можем решить вопрос, как мы можем улучшить что-то конкретно для этого человека. Если вы делаете что-то для украинцев, представьте себе, или для любого другого государственного проекта, представьте себе человека, который этим пользуется, и ответьте себе на вопрос, каким образом я могу что-то решить для него, каким образом я реально улучшаю его жизнь. Отвечаю ли я ему на запрос, или я ему даю инструмент для того, чтобы пожаловаться. О проекте какие тут еще были? Давайте. У нас же проект повязанец. Мы творим решение, которое позволяет поменять веру в коррупцию в Украине, заведуясь тому, что будет создать инструмент для расследования и противодействия коррупции для людей, которые являются расследователями, которые являются журналистами, и людьми, которые могут, как компанией, как юридические особи, манитировать. Коррупционный риск. Который риск. Что ты делаешь? Нет, одним предложением. Что ты делаешь? Что делает твой проект? Не подсказывай. Вот это важно. Ну, это правда важно. Антикоррупционная платформа, которая изменяет... Все, я ничего не помню. Одно... Укоротись максимально. Все? Давай я скажу. Да, еще. Я тебе... Давай я скажу. Не надо. Я же специально это делаю. Одно предложение. Мне нужно одно понятное предложение. А зачащий на мой вопрос. И как объединяет все базы данных в державе. Что она решает? Она решает. Что такое антикоррупционная херня? Что она решает? Какой вопрос она решает? Она вырешивает... Она дает знания для принятия в правильный решение. Соответственно, возможность увидеть уровень коррупции. Правильно? Да. Возможность проверить уровень коррупции. Вот. Ты решаешь одну проблему. Каждого человека. И эта проблема должна быть минимум в 30 миллионах сердец. Ты понимаешь? Не каждый. Ну, смотри. Тебе нужно много людей, чтобы эта проблема была решена. В любом случае. Для вашего проекта нужно много вовлеченных людей. Вы можете вовлечь людей идеологически. Да, 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 я могу ошибаться в направлении реализации. Что я хочу добиться от тебя, чтобы вы втроем поняли одну вещь? Фокусировка. Это момент, когда вы из всего того, что нужно написать, из всей вот этой вот воздушной непонятной херни, говорите главное. То, что вы реально делаете. Ваш проект должен, у каждого из вас, должен быть сформулирован одним предложением. Вы должны понимать, чью проблему, чью боль вы решаете. Что такое, какую проблему для меня он решает? Никакую, я тебе отвечу сразу. Я не буду спорить. Мы не предаем коррупционально. Какую проблему ты для меня решаешь? Ты знаешь, какую проблему ты для меня решаешь? Нет, ты решаешь проблему того, что мне будет не страшно, чтобы мой ребенок рос в этой стране. Мы уменьшаем, уменьшаем ревень безопасности. Да, ты улучшаешь будущее. Ты даешь инструмент, который в долгосрочной перспективе улучшает будущее. Правильно? Да. Ну, не уменьшаем риски. Ну, это ничего. Я пытаюсь объяснить, что мы говорим за аудиторию экспертів, для которых это створюется. То так. Если мы говорим в долготерминовой перспективе, то так. Мы уменьшаем успеху наших людей, которые живут циклиними платниками податков, которым интересно узнать, куда вытрачают их деньги. Вот это оно. Находи эти инсайты. В этом суть. Ты сможешь объяснить свой проект одним предложением так, что абсолютно будет наплевать, кто перед тобой сидит. Министр инфраструктуры, инфраструктурного развития. Это, по-моему, господин Зубко. Или Гройсман. Если ты скажешь так, что это заденет каждого в зале, а тебя услышат. Понимаешь? Это самое главное. Нужно найти то, что болит у каждого. Я не буду задавать. Я не пытаюсь от тебя это вытащить сейчас. Я хочу тебе дать. Ну, я же на разных примерах говорю. Одинаковые для всех вещи. Просто я, потому что, чем мы будем говорить, для тех людей, про которые мне нужно сказать, то это будет в этом месте, потому что эти люди не должны меня слушать. Мы должны их слушать в совсем другом месте. И это место называется орган государственной влады, это место называется... Смотри, если ты захочешь запичить антикоррупционный проект перед главой НАБУ, ты сумасшедший смертник. Почему? Потому что это все, где нужно пичить проект, там, где есть деньги. Кто на это дает деньги? Такие фоды, как Юрид, такая программа, как Добрый и так далее. Все дотационные гранты, которые поддерживают реформу. И если... А? Я вам создам платформу, которая вас всех посадит. Людям, которые вы хотите посадить, то что вы добьетесь? Ни хрена! Стоп, стоп, стоп. А что говорить в НАБУ? Что говорить в НАБУ? Да, говорить. Не надо с ними говорить. Я то завтра иду с ними говорить. Нет, зачем ты это делаешь? Вопрос к тебе. Зачем ты это делаешь? Не надо с этим... Зачем ты это делаешь? Они не дадут тебе денег. Они тебя не дадут жизни. Они тебя... Зачем? Ты не нужен. Ты понимаешь, что они лицемерят. Потому что они сами получат деньги, Найди того, кому-то лучше. Макс! Пусти хоть пять минут молчь, пожалуйста. Ты меня удовлетворяешь. Мы на дистанцию на божане выключили. Подожди. Я хочу выяснить. Давай, Петя. С моими чёрцами идём в НАБУ, показывают наши инструменты. А я тебе очень жёстко в чай. Какого хрена ты туда идёшь? Там нормальные люди. Моя личная история про НАБУ, и этот диалог закончен навсегда. Моя история про НАБУ. Там нормальные люди. Я выезжала со своего двора, задела машину чужую, написала записку. Извините, я сделала вашу машину, но я опаздываю на встречу. Я приеду скоро. Приезжает замечательный голос. Я говорю, здравствуйте, я такой-то, такой-то. Я Игорь, не помню. Антон. Кто-то. Я не помню, как его зовут. И... И... Потом я вижу человека... Я ничего не знаю. Я реально работаю в кривой информации. Я вижу человека, который подходит ко мне с кольцом Дамиани, в шапке Брионе, и одетый в костюм Хьюго. Угу. И в туфлях еще за полторы тысячи долларов. Этот человек, когда подъехала полиция, оказался замглавы НАБУ. Он хороший и воспитанный. Он лучше остальных. Но он одет на три с половиной тысячи долларов. Окей. Нормальный будничный день. Ты хочешь ему запечить что, антикоррупционную систему? Систему аналитики открытых данных. Это надо аналитикам. Смотри. Все, что я пытаюсь тебе сказать... Контекст на меня есть? Найди того, кто может ответить на твой запрос. Найди того, кому этот проект... Хорошо, я скажу, что вы можете ему купить еще новую туфлю. А как фон там называется, о котором мы говорили? Юнит и как еще? Юлит и программа Добре. Юлит? Юлит и программа Добре. Я не знаю, с кем будет диалог, но... Я надеюсь, с аналитиками в первую очередь. Смотри, тебе точно нужно узнать и попробовать. Но нельзя быть даже чуть-чуть готовым... То есть все, что тебе... Я тебе советую завтра узнать, это посмотреть на то, что может быть их за потребностью. И я тебе советую завтра слушать 80% времени и говорить 20%. То есть задать достаточное количество вопросов, чтобы услышать максимум информации. Мы зайдем полтора часа вести семинар там. А дальше услышать ответы и... Да, то что хочу... Тогда ведись именно так, чтобы узнать большие... Я не хочу вынести туда, получить фидбэк о том, что разработано сейчас и как это им может быть полезно. Мы можем ехать дальше. Да? Хорошо. А еще Антон хотел. Кто? Антон. Антон. Наш сервис. Мы просто фоткаем в обои. Все. Вы себе. Ты считаешь, что я впечатлюсь... Короткостью есть? Отлично. Все понятно. И чью проблему он решает? У них расструктурует. У них есть эта проблема? Они сами отвечали на... У тебя нет вопросов? Если ты это делаешь в рамках допущенного бюджета, если ты это делаешь достаточно быстро и достаточно качественно, ты решаешь их проблему. А скажи о своих проблемах. А проблема у нас как стартапа не систи. Почему не систи? Потому что не можно фоткать двумовыми ставками. Потому что за это и сразу статья. И если я фоткаю как я, або как моя контора, то мы вручаемся в бизнес и это статья. Мне в мою ревеску и систему треба передать... Я тебе могу сказать одну вещь. Если это реальный вопрос, то есть если ты реально решаешь по требованию, если у тебя понятное, ёмкое задание, на которое ты действительно отвечаешь, то способ сделать так, чтобы ты не сел за фотографией вагонов с танками, поможет тебе на естественности. Давайте обниматься. О, может, я пошу. Я два раза уже прочитал. Машина это куда? Все? Камзань? Да. Ну что же. И если ты не знаешь как, то тебе в этом поможет министерство инфраструктуры. Они очень адекватные. Я сподеваю. Идеация. Идем дальше? Да. Вы еще не спите? Нет. У меня осталось ровно полчаса, поэтому у нас все равно нет выхода, нужно закончить. И каким образом происходит процесс идеации? Что такое идеация? Это генерация идей. Каким образом происходит генерация идей? И что это отличает от всего остального? От процесса набора идей? Мы всегда говорим «да и». Очень простой пример. Скажите мне что угодно. Мне пришла идея, после того как мы тут разговаривали, так жестко или как-то неважно. По-разному. У меня уже пришла идея для вагона, я уже послал нашим программистам, они должны там добавить. За пів години буде продатить. Для того, чтобы быстро решать проблему людей, нам нужен такой небольшой модуль, где самые новые проблемы, которые люди посылают в этот день, чтобы они были сразу видны. Чтобы удобно было с дорожником их сразу увидеть. Чтобы отремонтировать окно. Соответственно, идеация – это когда ты говоришь «да и», когда ты даже говоря «да нет», ну «нет, но» – это ужасная практика. Там загрузка входа есть? Да. Если вы взаимодействуете, нужно говорить «да и», потому что это приводит вас дальше к прогрессу. Отложенное суждение. Никогда не судить идеи сразу. Введите норму того, что когда вам кто-то дает фидбэк, как было у нас в начале, записывать все на листочек, не судить, не говорить правильно, неправильно, записывать, и потом вводить четкие критерии оценки. То есть что вам нужно найти? Есть хорошие идеи, не все хорошие, надо развивать идеи чужих людей. Все идеи, особенно в книге «Кооперация гениев», которую я вам очень советую прочитать, она о том, как создавались мультики, но там очень много философской правды, легко написанной. Она рассказывает о уродливых детях. Все идеи в своем начале уродливые дети. Защищайте уродливых детей и давайте им пространство, чтобы выживать. Гонка за идеями, всегда ищите идеи, всегда. Пока вы стартап, даже если вы офигительны, даже если вы нашли ответ на свои вопросы, спрашивайте идеи, спрашивайте у всех, кого вы видите, привлеките всех своих родственников, сделайте их своими фанатами, сделайте так, чтобы идеи текли к вам рекой. Вы должны быть завалены идеями, вам должны безумные друзья с отдыха высылать идеи все время в смс-ках. Они должны искать Wi-Fi и слать вам идеи. Только так, это путь прогресса. Отличный знаковый спадрик. А? Никогда. Ты что спишь? Этап прототипирования очень коротко. Что можно прототипировать? Внешний вид, структура работы, взаимодействия. Как это делать? Ролевые игры, слайды, картинки, ножницы, бумага. Все, что окружает вас, делайте прототипы, делайте как можно больше итераций и прототипы. Слова, которые нужно запомнить после сегодня. Эмпатия, итерация прототипа. Ролевые. Очень много прототип. Если вы... Ролевые игры, да. А что с ним, что вы ролевые хотели? Ну, они думают о сексе, а мы думаем... Суть в том, чтобы почувствовать себя на месте другого человека. Самое главное, что нужно запомнить о прототипировании. Я вам скажу, как победить сердце любого принимающего решения. Вот эта вещь, которая супер простая, но вы должны всегда ее помнить. Помните, что вы приходите к кому-то со своей идеей, как ребенок приходит к родителям. И вспоминайте детей, сестер, братьев, которые приносят вам свой листочек, на который нарисован кривой снеговик с письмом Деда Мороза. Вы точно такие же. Чем больше вы своих снеговиков притащите, тем больше вы покажете, что вы сделали. Если этот путь будет состоять из, не знаю, десяти железных дорог, это путь из десяти железных дорог. Снимите это на фото, запомните это, покажите, скажите, как вы к этому пришли. Это должно быть известно, потому что это единственный путь, который у вас есть. И последнее – это тестирование. Что нужно помнить о тесте? Это то, что идея нужна не для того, чтобы она была продана, а для того, чтобы собрать в ней информацию. Поэтому, когда мы делаем тест, когда у нас есть прототип, мы делаем что? Мы спрашиваем, мы возвращаемся к этапу эмпатии. Мы сделали что-то, мы внесли свое окошко, мы внесли свои изменения. Приходим к тем, кто нас окружает эти ближайшие два с половиной месяца и говорим, смотри, какая херня, а? И слышим, что они отвечают. Слушайте друг друга. Это же самое главное. В этом у вас куча информации вокруг вас, вы ее не юзайте. Юзайте, слышите, любите друг друга. Как можно тестировать? Фокус-группы, тестовые задания, АПЦ-тестирование, ужин с клиентами, перед запуском исследования. Была дискуссионная панель, не помню, кто-то здесь был, из комнаты сидящих был на дискуссионной панели. Я там сказала мальчику грубо, но сказала правду. И вам тоже самое скажу правду. Которая касается всех стартапов без исключения. Когда-то мне сказал один хороший бизнесмен. Я его спросила, каким образом понять, есть ли там потребность. Он сказал, подорви свою задницу и отвези ее туда. И это правило работает безукоризненно. Если вам нужно знать, если вы не знаете ответа, работает это или нет, спросите у юзеров. Спросите максимальное количество раз. Работает правило 6 по рукопожатия во всем мире. Вы знаете половину населения Украины. Вы просто не юзаете это. Вы не пользуетесь этим. Вам кажется это невозможно. Но если у вас есть какие-то ключевые лица, ключевые персоны, найдите способ с ними связаться. Спросите в фейсбуке. Вам подскажут телефон. Вам подскажут жену. Она жена спросит мужа. Вы сядете с ним на ужин, на кофе. Вы спросите самое главное. Он скажет, да, это круто. Он будет, я не знаю, кем-то в министерстве инфраструктуры. Он будет кого-то знать и скажет, вы знаете, эта идея была очень крутая. Я с ним пил кофе. Это работает. Поднимайте свою задницу. Выходите и спрашивайте. Спрашивайте бесконечное количество раз. И если есть вопросы, на которые вы не знаете ответов, тестируйте их. Общайтесь. Максимально потребляйте информацию. Это самое главное. Нормально, нудно. Поэтому желаю вам всем безумства. Я закончила. Если есть вопросы, прошу. У меня есть кейсы интересные про вагон. Так коротенький. У нас есть активисты и железнодорожники. Активисты, которые все знают. Вообще все знают про железную дорогу. У них иногда такие сумасшедшие решения. Еще не все. Я вспомнила. Сейчас. Я вам сейчас не буду показывать вашу презентацию. Я вас хотела в конце не гладить, а поругать. Да. Очень сильно хотела. Все. Только я надеюсь, что вы меня достаточно сильно сегодня полюбили, чтобы не воспринимать это как будто бы я злая сука, а как будто бы я говорю просто правду. Нет, добрая, добрая. Я хочу, чтобы вы помнили самое главное. Ваша презентация должна быть понятной тете, которая выбирает офис. Пока вы здесь и пока вы готовите свои питченковые презентации. Если вы не перестанете писать этими вводными, непонятными, многослойными украинскими терминами, которые должны зайти в министерство инфраструктуры, им они не заходят. Они их все не любят. Ну я просто чуть-чуть с ними работала. Я знаю, они все тоже самое ржут с них. Поэтому если вы будете питчиться, у вас будут понятные три буллет-фразы. Все ясно. Проблема, решение, срок и так далее. Перестаньте делать эти громоздкие презентации. Уберите всю графику со слайдов. Сделайте их белыми, сделайте их простыми. Проверьте на тете. Вы прям как у меня все говорили. На тете да, а белые простые мы не. Да, ну если нет эстетического вкуса, лучше белые и простые. И заменить картинки гифками. С котиками. С котиками. В конце. Но, пожалуйста, вот без этих вот... Тут идет поезд, здесь еще пять слайдов, а здесь текст. Это невозможно читать. Ну, в ваших проектах невозможно разобраться. Все. Ну, я пыталась разобраться искренне. Я начала рыдать. А мои увидели презентацию? Да. Она черно-белая. Она короткая, черно-белая. Она неплохая. Но она не отвечает на те вопросы, которые должны отвечать. Хорошо. А на какие она не отвечает? Я вам могу написать на всех через Катю, какие вопросы должны отвечать в вашей презентации. Помните, все, что вы говорите, должно помещаться в одну фразу. У вашего проекта должна быть суть одним словом. Вы должны отвечать на конкретный запрос конкретного человека. И у вас должен быть фидбэк из того, кто будет юзать технологию. Фидбэк того, кого она касается. И у вас должен быть миллион прототипов, хотя бы сфотканных на скрытых слайдах. Для того, чтобы вы сказали. Мы спросили. Мы попробовали. Собирайте инсайты. Записывайте фразы. Цитируйте людей. Это понятно. Это просто. Мы все люди. Не думайте, что кто-то там умнее, что кто-то знает лучше. Нет профессионалов. Вообще не существует. Есть просто те, кто верят безумно в то, что они делают. Если вы одни из них, делайте это. Делайте это хорошо и просто. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А можно все-таки на скрытном быть? Да. Что-что-что-что? Можно все-таки на скрытном быть чуть-чуть? Нет. Итак, в двух словах у нас проект БИАИ. Знаете, в чем проблема? Вот очень часто вот таких вот штук для меня. Рассказывают про Илона Макса, да? Маска, Маска. А про наши проекты ничего. Так пошли. А вот хочется про наши проекты или про те проекты, которые не получились и почему? Рассказывают про Айкеа, про Зару и про Илона Маска. Или как это? Потому что ты хочешь стремиться от хорошего. Я отвечу жестко, раз уж ты спрашиваешь. Конечно, да. Я не выплю вас. Баталия сегодня не прекращается. Если бы я тебе говорила о твоем проекте, ты бы не услышал ни единого слова, которое я тебе сказал. Так отлично. Нет. Почему? Потому что в момент, когда задело твое сердце, это бы задело то, что ты делаешь, тебе бы стало критично больно. Это прекрасно. Это не сердце. Ты бы меня перестал слышать. Ну, и это не происходит таким образом. Поэтому про Илона Маска, поэтому про суд, поэтому проши взгляды. Конференции про зал и про Илона Маска. Да. Но при этом коротко ответить на вопрос, в чем другая бизнес-модель, ты не можешь. Самое главное. Первое. Все остальные не равны. Это второе. И третье. Знаешь, как ответил Илона Маска? Я считаю, это гениальнейшим ответом на конференции Recode. На презентации SpaceX последней, когда мне спросили, через сколько он планирует запустить колонизацию. Его последние вопросы одного индуса, который спрашивал из зала, у него была серия вопросов небольшая, он спросил, зачем вы это делаете? Он говорит, и тут Илона Маска удивительный человек. Ну, на самом деле. Он разговаривает, я понимаю, что ему доступны все технологии, он разговаривает по-человечески. Он запинается, он думает. Ну, то есть он очень человечный, прям супер. И он говорит, ты знаешь, вы знаете, я верю в альтернативу. Я верю, что если я покажу, что возможно до Марса, то всем остальным станет возможно до Луны. И вот сегодня я не про вас, потому что если вы поймете, что возможно там, то здесь точно можно. А здесь точно можно. Давайте на вторую лекцию про нас. С радостью. С радостью я буду. Понятно. Можно короткий вопрос? Да. Спасибо. Спасибо большое. Она просто поработала. Спасибо за лекцию, было очень интересно. Мне просто поработали. А вы меня будете обнимать тоже? Конечно. Спасибо. Спасибо большое. Я хотела, чтобы у вас все вышло. Спасибо большое. Я с телефоном сидела, это я писала. Все, это цитировала. Я цитировала. Я цитировала. Я просто много чего хотела заполнить. Ты говоришь, что презентация идет. Понятна ли наша презентация проект ViBot? О чем это? Проект ViBot, там есть презентация, есть такое видео. Так. Я девочка. Я не изойти. Да. Я думаю, что вы нарисовали снежинки. Отлично. Это ответ на твой вопрос? Отлично. Обнимитесь. Все. Спасибо большое. Я буду вас всех обнимать. Может, по горе будем? По горе? По горе? По горе. По горе. Господи Горелую. Я вам очень благодарю. Спасибо. Спасибо, горе. Спасибо вам. Конечно. Я могу написать вот так. Хорошо? Да. Ты готовишь? Ты готовишь? Да. Ты готовишь? Да. Ты готовишь? Да. Да. Не важно. Не важно. Неудачно. Неудачно? Берите. А мы с собой поговорим. Можем. Трификар. Потому что сейчас они заинтересованы. Они хотят представлять людей в бизнесе. Нет. 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 Да. А вы варшавский полиотехнический? Да. Да. Мне очень нравилась вся штука. Я просто на этой лекции не могу. Я вообще всю жизнь этим себя занимаюсь. Да. Просто я не знаю, как это не цена. Да. И я теперь все так понимаю, о чем вы занимаетесь. А я сейчас, в смысле? Ну. Если что, я рассказываю все это время? Нет. Я уже не знаю. А. А. Я сейчас расскажу. Ну, вы каждой из того. Замочные. Ну, правда. Да. Это я. Я спрашиваю. Это технологические, правильно? Я вообще не похожа. Нет. Мне нравится. Я постоянно не знаю. Мне нравится. Она не знает, что ты узнавать людей. Мне нравится понимать разные точки зрения. Я знаю. Да. потому что только это вот то, что магия всей корочести, которая может быть цифровочной степени это подойдет у нас до конкурса прохожу только вот это закрыто для университетов для вычислений для научных целей для астрофизиков, для физики для математики большие вот такие вот они используются сейчас они предоставляют я покажу я покажу я покажу я покажу я покажу с удовольствием с удовольствием сами знаешь донесли а это было с удовольствием очень приятно все обнимаются ко мне не подходят а что поделать я тоже не люблю меня идем крыть ну 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 заставил в другую сторону я скажу так я получил понимаешь это вот все что было сказано на этой лекции я тебе говорю по поводу нашего проекта ну ты понял необычного проекта да мы такие проекты делаем не мы просто сидели обсуждали наш проект и потом нас осенило что спасибо пока 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 очень приятно мне тоже я люблю жесткие разговоры они дают в чем а нет они такие привычки которые не приведут к моему я вам очень желаю я вам тоже классная вещь спасибо 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 И что-то такое. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии.